и науки Российской Федерации, интернет-уроков, посвященных безопасной среде в образовательных организациях. Мы сегодня участвуем в таком же режиме. Начинается трансляция сегодняшнего нашего заседания по интернет-сети. В ходе подготовки к сегодняшнему интернет-уроку мы получили ряд вопросов, так как тема интернет-урока была обозначена еще в мае в месяце, все вопросы я разделил на квалификацию специалистов, буду задавать их в ходе выступления ведущих специалистов по данным проблемам. И если у вас в зрительном зале сегодня появится вопрос по теме, конкретно выступающему или вообще по проблеме, вы можете в письменном виде написать и передать сюда мне за трибуну, чтобы я мог его озвучить. Сергей Викторович, спросите там, чтобы здесь на зал не транслировалось. Но это подтверждает то, что мы в интернете, видите, идет зависание, поэтому, наверное, технические проблемы могут быть. Я для начала представлю, естественно, президиум. Это те представители министерств, ведомств, которые сегодня будут с нами, ответят на вопросы, и благодаря совместной нашей работе мы вырабатываем конкретные предложения по данной проблеме. Шарай Денис Валерьевич, представляет Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации. Семикин Геннадий Иванович, заведующий кафедрой и руководитель учебно-методического центра здоровья и сберегающей технологии и профилактики наркомании в молодежной среде. Доктор медицинских наук, профессор. Изгаршев Алексей Викторович, он представляет Третий департамент Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Дальше я представлю вам специалистов, которые приглашены, которые примут участие, и я им благодарен за это. Сегодня они находятся здесь на первом ряду. Это Круг Владимир Михайлович, представляет учебно-методический центр МГТУ Минибаумана. Доктор психологических наук, специалист в сфере диагностики психических отклонений. Следующий Аболонский Юрий Владимирович, представляет также учебно-методический центр Здорово-сберегающей технологии и профилактики наркомании МГТУ Минибаумана. Кандидат психологических наук. Специалист в сфере сегодняшней проблемы. Более того, является специалистом в сфере не только суицидального поведения, но и психологии личности. Гагин Ян Дмитриевич, представляет военно-учебный центр Севастопольской самообороны «Прибой». Олейникова Алина Селиверстовна, психолог, ведущий специалист в сфере диагностики отклоняющегося поведения. Мы давно работаем со всеми специалистами, поэтому я пытаюсь как бы вкратце представить, хотя у всех вот здесь очень много регалий, в интернете вы все, наверное, их читали, знаете. Черкасов Геннадий Михайлович, президент национальной программы НЗ России, член Высшего совета Российского союза боевых искусств и президент Федерации «Ориентал смешанных единоборств». Зайцева Наталья Викторовна, заместитель директора Центра исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи. Кандидат педагогических наук. Лазарев Сергей Викторович, психолог, специалист в сфере психологической профилактики отклоняющегося поведения. И еще будут специалисты приходить к нам, которых я буду представлять. И хотел бы представить еще специалиста Кушнарева, Валентин Михайлович, но его, как я вижу, нет. И Климович Веронику Юрьевну. Климович Вероника Юрьевна участвует во всех наших интернет-уроках, даже уже представлять. Но все, кто здесь присутствует, вы знаете, что информация по интернет-урокам размещена на сайте здоровой инициативы. Поэтому те, кто интересуется этой темой, вы уже знаете всех наших специалистов, потому что мы их перечисляли. И диски мы передаем несчастное образование для дальнейшей рассылки специалистам. Хармилашвили Виктор Владимирович. Это психиатр, работает давно в МГТ Минебаумана, ведущий специалист как раз в сфере суицидального поведения. И у нас представитель Федерации страйкбола, Мартиросов Артур, он представляет руководство Федерации страйкбола, с которым мы давно взаимодействуем вместе с Федеральной службой госнаркоконтроля. Таким образом, вроде бы всех представил. Если кто-то еще будет подходить, мне подскажет, я их представлю так же. Теперь для открытия нашей сегодняшней конференции, интернет-уроков, предоставляю слово Шараю Денису Валерьевичу. Добрый день, дорогие друзья. Да, нажать. Мне очень приятно, что на пятом интернет-уроке, а это уже пятый урок МГТ Минебаумана, на острие актуальных тем всегда работает. И в начале учебного года мне приятно, что столько молодых людей, моих коллег, специалистов, студентов пришли для того, чтобы обсудить, ну, наверное, не самую приятную тему. Тем не менее, достаточно исключительно актуальную. Готовясь к сегодняшнему мероприятию, мы подняли последнюю статистику в этом отношении, посмотрели динамику. И, к сожалению, нужно отметить, что по большому счету в области суицидальной проблематики, надо признать, что хвастаться пока оснований нет. Мне бы не хотелось начинать открывать наше мероприятие с акцента и с углубления в эти вопросы. Но отчасти должен сказать, что по проблематике суицида, по статистике мы на одном из самых последних мест в Европе, к сожалению. Причин тому, я думаю, коллегами подскажут масса. Разные исследования проводились и нашими коллегами, и коллегами из других федеральных органов исполнительной власти. Получили разные результаты. Понятно, что проблематика подростковых суицидов имеет свою особенную специфику, как вообще в глобальном понимании, безусловно, так и специфику, связанную с особенностями региональных аспектов. Поскольку, например, уровень особенностей жизни молодежи в одних регионах очень сильно отличается от других, и это тоже, безусловно, следует учитывать. К сожалению, за последние лет 12 число суицидов в молодежной среде выросло, если так грубо, более чем в три раза. Так, если не углубляюсь по регионам, наши коллеги из нашей коллегии статистики нам подсказывают, что Тыва, Бурятия, Якутия, Забайкали, Хакасия – это регионы, которые лидируют в этом аспекте. В других регионах, возможно, лучше, но тоже, как говорится, расслабляться не надо. Формат интернет-урока, и мне это отрадно отметить, подразумевает диалог. И поэтому, наверное, в первую очередь мне бы хотелось сегодня, чтобы этот диалог состоялся, и нам, чиновникам федеральным, хотелось бы услышать мнение, что называется, смест от тех представителей молодежной среды, образовательной среды, которые непосредственно знают о проблемах своих коллег, погружены в это, поскольку у чиновников один взгляд, а у молодежи подчас другой. Поэтому мне бы хотелось, чтобы сегодня этот диалог был, конечно, очень активным. Если кратко говорить о тех направлениях, которые реализуют федеральные органы исполнительной власти, то, безусловно, принимаются, конечно, определенные меры. Мне не хотелось бы перечислять какие-то серьезные документы. Я назову лишь, что основополагающим в этом направлении является концепция демографической политики, где действительно задача поставлена четко на сокращение числа самоубийств среди молодежи. Есть план мероприятий по реализации этой концепции, и, безусловно, это большой список, большой перечень, это серьезные межведомственные планы. Но понятно, что если не будет обратной связи с нашими коллегами из молодежи, с нашими образовательными организациями, то нам будет работать, конечно, очень сложно. Кроме того, есть, конечно, ряд серьезных препятствий для того, чтобы мы эффективно боролись с социальным поведением молодежи. Понятно, отчасти это традиционная общая проблема, это дефицит кадров, это и та информация, которая негативно влияет на молодежь из интернета, это и отсутствие четких критериев, выработанных в эффективности нашей деятельности в отношении этой проблематики. Кроме того, понятно, что на сегодняшний день надо признать, что таких серьезных центров, сетевых, куда мог прийти молодой человек, столкнувшийся с серьезными психологическими проблемами, к сожалению, на сегодняшний день тоже нет. И об этом тоже, наверное, нужно говорить. Это то, что говорим мы. И сегодня, я думаю, мне хотелось бы отчасти, предваряя наше сегодняшнее важное и серьезное мероприятие, послушать, в первую очередь, вас, представители молодежи. Спасибо. Денис Валерьевич, много вопросов в адрес Министерства образования. Один из них я могу сейчас задать, он такой интересный. Люди уже в интернете спрашивают. Есть Министерство здравоохранения, есть Министерство образования и науки. Вот эта проблема, она пограничная, да, там и участвуют и представители медицины, и представители образовательной среды. Как вы взаимодействуете на уровне Министерства? Есть общая какая-то команда, которая решает эту проблему, либо вот как-то по отдельности? Очень хороший вопрос, действительно. Есть и Министерство образования, и Министерство здравоохранения, и не только мы, поскольку проблематика суицидов лежит в мультивекторной плоскости. Это и проблема образования, здравоохранения, культуры, проблема занятости, проблема психологической сферы и так далее. Поэтому исключительно межведомственное взаимодействие в этом направлении может как-то сдвинуть это дело с мертвой точки. Как раз то, о чем я говорил, концепция демографической политики, утвержденная нашим президентом, подразумевает именно межведомственное взаимодействие. Там подчеркнут именно этот вектор, поскольку бороться с суицидами необходимо лишь совместными усилиями. И только межведомственный подход обеспечит результативность в этом направлении. Мы взаимодействуем в отношении профилактики и, безусловно, с Министерством здравоохранения. В этом направлении есть ряд межведомственных рабочих групп по различным направлениям, так или иначе связанным с проблематикой молодежных, детских, подростковых суицидов. Проводятся совместные мероприятия, конференции, безусловно. Этот перечень мероприятий довольно обширен. Но статистика, к сожалению, неумолимо свечится о том, что, наверное, нужно эту работу активизировать и расширять. Спасибо. Я слово предоставляю для приветствия Семикину Геннадию Ивановичу. Спасибо. Спасибо. Суицидальное поведение, наркопотребление и другие проблемы, которые мешают молодым людям быть здоровыми, умными и счастливыми. И мы в этой работе взаимодействуем с Министерством здравоохранения, с Госнаркоконтролем. Мы очень гордимся этим сотрудничеством. У нас много мероприятий. И, конечно же, самое главное – это то, что Министерство образования всячески способствует и поддерживает наши начинания. На сегодняшний день накоплен большой опыт, и мы с удовольствием этим опытом делимся. И не зря Министерство образования именно МВТУ имени Баумана доверило проведение таких важных интернет-уроков. В МВТУ созданы все условия для того, чтобы студенты, работники, научно-педагогические работники могли следить за своим здоровьем. У нас две поликлиники, база отдыха, санаторий-профилакторий студенческий, центр здоровья и психологической поддержки. И наши студенты знают, кому прийти, с кем поделиться своими проблемами. Я говорю о наших сотрудниках центра, и так как это все связано с учебным процессом, то каждый студент на первом, втором, третьем, четвертом курсе проходит через физкультурно-оздоровительный факультет. И здесь мы работаем и как педагоги, и как специалисты в области социальной педагогики, в области психологии и психиатрии. И я хочу с удовольствием передать пожелание успешной работы нашему заключительному интернет-уроку от имени ректора МВТУ Небавна Александра Ивановна Анатолия Александровича. И я думаю, что при вот таком внимании со стороны руководства МВТУ Небавна, при поддержке Министерства образования и науки и при плодотворном сотрудничестве с Госнарк контролем, с Министерством здравоохранения, мы, конечно же, сможем и впредь делать все, чтобы осуществлять продуктивно профилактику, отклоняющееся поведение. И тут важно, чтобы не лечить, а учить здоровому образу жизни, здоровому образу мыслей наших студентов. И предлагать формы реализации талантов наших молодых людей по принципу, у кого какие таланты имеются. Физкультура, интеллект и культура. Каждый себя реализует там, где он имеет от родителей способности. Поэтому желаю всем нам хорошей работы и передаю слово Алексею Сергеевичу. Спасибо, Геннадий Иванович. Как сказал Геннадий Иванович, что МГТУ Небавна и конкретно центр, который Геннадий Иванович возглавляет, очень тесно взаимодействует и с Министерством образования, и с Федеральной службой по контролю и забору наркотиков. Я думаю, это не случайно, потому что очень много проблем, которые решаются на пограничных состояниях, и специалисты, работающие в центре, как раз являются и во многом поработавшими во всех этих структурах опытными людьми. Поэтому я хочу предоставить слово Изгаршеву Алексею Викторовичу, представляющему Федеральную службу по контролю и забору наркотиков. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю Федеральную службу по контролю и забору наркотиков. И то, что в МГТУ имени Баумана проводится вот такая системная работа, и возможность участия Федеральной службы в интернет-уроке проводится уже не первый год совместно с Министерством образования. Это дополнительная площадка возможности руководства службы сказать молодому подрастающему поколению о том, что профилактика наркомании, снижение спроса и пропаганда здорового образа жизни – это ничем не менее важная задача, чем борьба с легализацией, не с легализацией, а с увеличением наркотизации общества. В настоящее время Федеральная служба по контролю и забору наркотиков проводит большое количество мероприятий, направленных как раз на снижение спроса на наркотики в молодежной среде. Посредством чего это достигается? Посредством пропаганды здорового образа жизни, посредством создания волонтерских организаций, которые пропагандируют здоровый образ жизни в учебных заведениях. Если взять статистику проведения интернет-уроков в 2013 году, то мы увидим о том, что интернет-урок затронул более чем 12 тысяч учебных заведений, только за короткий промежуток проведения этого урока. Приняло участие непосредственно в интернет-уроке более полутора миллионов человек. Было проведено под эгидой интернет-урока более 17 тысяч профилактических антиракотических мероприятий. И это не пустые слова. И повторяется интернет-урок из года в год и набирает свою популярность. И то, что мы находимся здесь и вы видите нас, это еще раз подчеркивает заинтересованность службы, вроде бы службы силовая, которая должна наказывать за то, что употребляются наркотики и они распространяются. Но я еще раз повторюсь, что огромное влияние имеет снижение спроса на наркотики именно в молодежной среде, ее профилактика. Потому что обсуждаемые сегодня проблемы суицидов, большому нашему сожалению, и с этим никто не может спорить, зачастую суицидальность подвержен человек, который именно употребляет наркотики. Мы проводим большое количество мероприятий с людьми, которые с молодежью различных категорий. Это студенты, это ученики вообще образовательных школ, в том числе и подростки, совершившие преступления, находящиеся в колониях по делам несовершеннолетних. И мы спрашиваем, вот как же так? Вы пришли к тому, что вы находитесь здесь. Они говорят, что одной из первых причин того, что вот так со мной получилось, во-первых, огромное количество свободного времени, во-вторых, отсутствие возможности с кем-то поговорить и посоветоваться. И вот этот вакуум и какая-то беспросветность толкает его к тому, чтобы он употребил наркотики. Толкает его к тому, чтобы он вот в этом состоянии что-нибудь с собой сделал, потому что в бессилии и безысходности находится человек. И я многократно благодарен МГТУ имени Баумана. Денис Валерьевич великолепно сказал, что только при согласовании действий между ведомствами, межведомственным взаимодействием, мы можем добиться успеха. Вот здесь присутствуют наши коллеги, руководство страйкбола России. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотикам, она была одним из инициаторов создания этого движения. И я не раскрою секрет и военную тайну. У нас в службе существуют даже люди, которые настолько любят этот спорт, вид спорта, который пропагандирует патриотическое воспитание, что даже закупили полностью амуницию и один, два, три раза в год мы с нашими коллегами выезжаем и с удовольствием тренируемся. В то же самое есть и в МГТУ имени Баумана команда, которая с нами сотрудничает. Поэтому возможность увидеть вас, услышать вас, еще раз как-то скорректировать свои действия, еще раз сказать о своей заинтересованности и поддержке тем движениям молодежным, антинаркотическим, которые есть. Спасибо МГТУ имени Баумана, что мы находимся здесь и имеем возможность общаться с вами. Спасибо. Спасибо, Алексей Викторович. Вопрос тоже и в адрес ФСКН поступает я в ходе нашего мероприятия, буду их задавать вам. Значит, я хотел бы еще отметить такой аспект, что действительно мы много говорим о взаимодействии, но реально мы уже проводили исследование о том, что одному специалисту узкого профиля практически невозможно решить ни одной проблемы. Да, действительно можно углубиться, изучить ее, дать какие-то рекомендации, но только при тесном взаимодействии мы понимаем, что какие-то проблемы начинают решаться. У нас в центре, в МГТУ имени Баумана, Центр здорово-сберегающей технологии профилактики наркомании, вот как раз объединены и специалисты из разных министерств, ведомств, проводят часто совещания, мероприятия. И вот этот интернет-урок, он как форма объединить нас, поговорить о проблемах, предложить какие-то решения. И самое главное, записи, которые сегодня происходят, они потом распространяются. Мы были, если помните, кто был на последнем интернет-уроке 26 июня 2014 года, мы с вами как раз торжественно осуществили старт автопробега, антинаркотического автопробега, который под флагами Министерства образования, ФСКН России, наши волонтеры МГТУ имени Баумана и представители других вузов, которые входят в здоровую инициативу, это общественная организация. Если можно, Владимир, показать слайд наш с прошлого интернет-урока про автопробег. Я хотел бы вам вкратце доложить как раз то, как этот автопробег прошел по территории нашей страны. Вы помните, что цель автопробега была как раз добраться до Крыма, в связи с тем, что это была актуальная тема, и, оказывается, в Крыму очень много было лиц, употребляющих наркотики, в том числе и поддерживших за счет прежнего руководства метадоновых программ. Наш автопробег объединил молодежь Москвы, Бауманки, и одной из целей автопробега было как раз встретиться с такими же активистами в этих городах, где мы побывали, обменяться опытом, передать свой опыт, посмотреть, как эта проблема решается в регионах, и нам отрадно сегодня заявить о том, что огромная помощь была оказана Федеральная служба по контролю за оборот наркотиков и территориальным представителям Министерства образования. Кроме того, Лига здоровья нации приложила огромные усилия для того, чтобы специалисты в областях, в регионах подключились к мероприятиям, которые там проходили и проводились. Я хотел бы отметить то, что наши студенты-волонтеры в этом автопробеге использовали и свои новые технологии участия в такой антинаркотической работе. Ими была придумана форма, как раз проезжая по территории нашей страны, отыскивать места исторических захоронений, памятные места, посвященные Великой Отечественной войне, возлагать цветы и вносить эти памятные места в свой реестр для того, чтобы мы сами не просто изучали свою историю и развивали патриотизм, но и знали, где это находится. Потому что, например, проезжая по местам Крыма, где мы все давно уже не были, мы обнаружили очень много мест памятных захоронений, которые находились не в тех условиях, в которых должны быть герои, история которых помнит всю жизнь. И студенты вносили в свой реестр карты эти места. Теперь мы взаимодействуем с администрациями для того, чтобы эти места были довольно-таки солидно ухожены и приданы должным образом, приведены в порядок. Побывав в Ростове-на-Дону, нам оригинально встретили на левом берегу Дона. Вот вы видите, да, это местные активисты организовали встречу. Прошел такой семинар-дискуссия в походно-полевых условиях, обменялись новыми современными формами и методами. Вообще, юг нас поразил своей теплотой не только погоды, но и как принимали студенты. Лето, вы понимаете, и начало июля месяца, очень тяжело найти, кто еще на месте, все уже разъезжаются. Но, наверное, находясь в Анапе, там некуда ехать, они там и живут, и отдыхают, как я понял, потому что студентов, молодежи было очень много, и мы смогли обменяться нашим опытом антинаркотической, профилактической работе. Тема сегодняшнего мероприятия также обсуждалась в ходе автопробега, потому что, как сказал Алексей Викторович, действительно многие употребляющие наркотики заканчивают жизнь либо от наркотиков, либо путем ухода из жизни с помощью суицида. Это все как раз тот негатив, с которым мы боремся, потому что тема здорового образа жизни, она везде превалирует. И хоть мы называем этот автопробег антинаркотическим, но самый основной наш лозунг – это здоровый образ жизни, тире или равенство – это здоровый образ мыслей. Вот это мышление как раз нас объединяет. В Севастополе, вот на картинке вы видите, мы возлагали также цветы памятным местам исторических сражений Великой Отечественной войны и других исторических памятных событий. Обменялись опытом с местной молодежью, наметили пути дальнейшего взаимодействия, и как раз мы там и познакомились с Яном Гагиным, который там занимается военно-патриотической работой, антинаркотической работой. И сегодня он уже находится здесь, у нас участвует в интернет-уроке. Как раз положительные последствия тех встреч, они уже начинают сказываться с 1 сентября. Нам это приятно, то, что не зря мы съездили, не зря увеличили форму общения, и контакты, которые мы там установили, они реализуются сегодня в делах. Мы будем заключать договора с теми организациями, волонтерскими, антинаркотическими, которые существуют в регионах самостоятельно, которых также поддерживают местные органы государственной власти. Мы будем работать с ними на федеральном уровне. Вот таким образом, вкратце могу сказать, что этот автопробег состоялся. Это был уже 8-й антинаркотический автопробег. На следующий лето мы планируем 9-й автопробег. Маршруты будем состыковывать, согласовывать с волонтерами. Чтобы все знали, я думаю, эта информация будет вывешена на нашем официальном сайте. Как раз сайт, который сегодня мы представляли, этот сайт «Здоровая инициатива», он доступен всем, и любой может посмотреть там информацию. Я рекомендую заходить туда почаще, потому что мы освещаем с помощью этого сайта всю деятельность, которую проводят наши волонтеры «Антинаркотическое движение «Здоровая инициатива». Таким образом, мне бы хотелось отметить еще и то, что вот этот сайт, картинка этого сайта вы видите, там размещены и информация по прошедшим 4 интернет-урокам. Есть форма регистрации, удобная для всех, где вы можете задать вопросы, задавали вопросы, которые сегодня я буду озвучивать, зачитывать. Сегодняшняя тема, она объединила как бы очень многие пограничные состояния, вот мы говорили уже о наркомании, да, сейчас мы говорим о суицид. Вот есть указ президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года, номер 761, о национальной стратегии действий в интересах детей 2012-2017 год. Сегодня я, наверное, не зря поднимаю эту тему, потому что государственная политика, которая сегодня проводится нашим руководством страны, реализуется через министерство, ведомство. Она как раз в первую очередь направлена, самое главное, на то, чтобы наше молодое поколение было здоровым, не только физически, но и, как Геннадий Иванович говорит, здоровый образ жизни, здоровый образ мыслей. Вот эта технология, она очень важна, если она поддерживается государством. Сегодня мы с вами как раз послушаем и представителей государственных органов власти, и представителей научных учреждений, и специалистов, которые занимаются этой проблемой с научной точки зрения. Вот в этой концепции, в этой стратегии государства основные проблемы в сфере детства обозначены нарастание новых рисков, связанных с распространением информации, представляющей опасность для детей. Вы знаете, что в последнее время были изданы ряд нормативных правовых актов, и в том числе федеральных законов, которые регламентируют ограничения детей вот от такой информации. На прошлом интернет-уроке я давал полную раскладку всех этих федеральных законов, в нормативных актах, в министерстве, ведомстве. Вы можете посмотреть. Ключевые принципы национальной стратегии, они очень просты, они всем доступны. Ну, вот некоторые я вам озвучу. Это сбережение здоровья каждого ребенка. В Российской Федерации должны приниматься меры, направленные на формирование у семьи детей потребности в здоровом образе жизни. Вот то, что мы говорим. Вот эта потребность, она должна быть уже с детства, прививаться. Потому что воспитать, обучить человека в 19-20 лет очень тяжело, если потребность эта не сформирована. Всеобщую раннюю профилактику заболеваемости, внедрение здоровья и сберегающих технологий во все сферы жизни ребенка. Вы услышали, когда мы представляли специалистов, что здесь очень много специалистов, представляющих как раз учебно-методический центр МГТУ Минебаумена, который так и называется – здоровье и сберегающие технологии. Вот Геннадий Иванович возглавляет этот центр, и мы провели каждый год по окончании учебного года, подводим итоги, какие вот такие новые технологии нам и реализовываются. Этот банк данных, он есть, мы всегда тесно взаимодействуем с госнароконтролями, с Министерством образования науки Российской Федерации. Вот такие новые формы часто получают одобрение, распространяются в других вузах путем наших поездок, в том числе и в автопробеге, через участие сегодня в интернет-уроке. Есть раздел в этой стратегии, называется «Дравоохранение, дружественное к детям и здоровый образ жизни». Вот этот термин, видите, он в стратегии проходит такой красной нитью и очень часто встречается. Как основная задача – это стимулирование потребностей в здоровом образ жизни. Вот мы всегда задумываемся, что мы делаем именно на стимулировании. Говорить о здоровом образ жизни – это одно, внедрять технологии – это уже другое. А вот стимулировать потребность, создавать условия – это очень важно, то, о чем мы сегодня и говорим. В качестве мер по развитию политики формирования здорового образа жизни детей и подростков стратегия предполагает как раз обеспечение реализации комплекса мероприятий, социальной рекламы, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику суицидального поведения среди несовершеннолетних, информирование о деятельности служб, поддержке экстренной психологической и социально-правовой помощи, в том числе через сеть интернет, телефоны службы анонимного консультирования. В рамках учебно-методического центра здоровья сберегающей технологии и профилактики наркомании в МГТУ имени Баумана существует структурное подразделение, которое так и называется – психологическая служба, лаборатория психологической поддержки. Вот стратегия есть, а эту деятельность, развитие этой службы начинали в 1996 году. И сегодня мы можем констатировать то, что эта работа не зря была проведена, потому что сейчас в рамках национальной стратегии и политики государства наша деятельность увековечена и легализована, потому что действительно нам не надо стесняться, что нужны в образовательной среде психологические службы, которые помогают людям решать какие-то вопросы, трудности, возникающие в ходе образовательного процесса, особенно в связи с тем, что некоторый разрыв существует между школьной подготовкой и вузовской подготовкой. Приходя в высшие учебные и образовательные учреждения, человек может быть психологически еще и не готов к новым требованиям. Поэтому как раз вот такие службы существуют, работают. Меры по развитию политики формирования здорового образа жизни для детей и подростков в этом разделе очень четко прописаны. Привлечение институтов гражданского общества, развитие волонтерского движения в целях решения проблем, связанных с формированием у детей и подростков, потребности в здоровом образе жизни. Вот об этом волонтерском движении в течение нескольких интернет-уроков мы и говорили, что именно волонтерское движение по принципу равный равному и распространяется потребность в здоровом образе жизни, вовлекаются сверстники в эту интересную работу. Ну и, конечно же, мы не можем постоянно говорить о каких-то трудностях или проблемах. Нам легче говорить о том, как стать здоровым, как развивать в себе положительное, как становиться технологом вот этого здорового образа жизни. И если это говорит ученый-специалист, это звучит красиво, хорошо. Если это говорит сам волонтер, это ближе доходит до сверстников, и возможность общения с ним гораздо проще, чем возможность общения со специалистами. Поэтому мы всегда поддерживаем, и спасибо представителям Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по контролю и забору наркотиков, что они поддержали в свое время создание здоровой инициативы. Сейчас наша волонтерская организация здоровой инициативы, антинаркотической, она входит как структурное подразделение, формируемую Федеральной службой по контролю и забору наркотиков, общую по стране, вот такое волонтерское антинаркотическое движение. Мы очень рады, что нас признали, что мы входим в одну из структурных составляющих частей и готовы в дальнейшем обмениваться опытом, помогать с точки зрения формирования в государстве такой волонтерской политики, потому что это очень важно с точки зрения молодежной понимания этой проблемы. Обеспечение доступности занятий физической культурой, туризмом, спортом для всех категорий детей в соответствии с их потребностями и возможностями, с ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни. Вот мы слово «ценности здорового образа жизни» часто упускаем. Мотивация, потребность, сам здоровый образ жизни. Но когда спрашиваешь у студентов, что такое здоровый образ жизни, большинство из вас сначала называет это «не пить», «не курить» и так далее. Но на самом деле это не сам здоровый образ жизни. Вредные привычки, которым многие подвержены, к сожалению, это как раз отклонение в поведении. А вот здоровый образ жизни – это тот образ мышления, который позволяет как раз не задумываться о том, какой вред сигареты наносит организм. Это и так понятно, не надо вникать. А вот то, как сделать себя популярно здоровым и сделать здоровый образ жизни модным, вот это очень важно. А для этого мы должны сформировать для себя ценности этого здорового образа жизни. Ценность потянет за собой потребность. Если эти ценности, они общие для нас, если эти ценности нужны и вам, и преподавателям, и родителям, то эти ценности становятся потребностью внутри личности каждого студента, любого человека. Внедрение инновационных, оздоровительных, физкультурно-спортивных технологий в работу образовательных учреждений и организаций. Разработка системы мер по предотвращению подросткового суицида. Вот видите, государственная политика, вот эта стратегия, очень большое внимание уделяет этой проблеме. И, наверное, не спроста. Денис Валерьевич называл цифры некоторые, они, конечно, ужасные, но мы сегодня делаем шаг в сторону снижения этих цифр и в сторону увеличения новых технологий профилактики суицидального поведения. Сегодня мы послушаем специалистов, которые нам предложат какие-то варианты выхода из этих ситуаций, которые расскажут о том, какая работа вообще проводится на уровне федерального, на уровне специалистов, ученых. Разработка программы противодействия пропаганде молодежных суицидов в интернет-среде. Это отдельное направление, выработанное государственной политикой, потому что именно интернет-среда является массовой, там практически находится достаточное количество молодых людей, и, естественно, очень часто скрытая реклама и пропаганда, и суицида, и наркотиков, она там сплошь и рядом. Государство предпринимает хорошие меры, достаточные меры для ограничения, но видно, они не до конца достаточные, потому что представители и незаконного оборота наркотиков, и представители тем, кому заинтересованность, навязанность вот этих суицидальных мыслей, они умеют быстро обходить вот эти преграды и законы. Поэтому, конечно же, мы не можем всю жизнь выстраивать так, чтобы только лишь запрещать или выискивать в интернете то, что нельзя смотреть или слушать. Скорее всего, необходимо идти по тому пути, чтобы этой потребности в поиске этой информации вообще не было. Должна быть потребность в поиске здоровых технологий. Общение, новых форм жизнедеятельности. Тогда вот потребность уходит из сознания человека, и интернет-ресурс сам рушится, потому что нет возможности его поддерживать. Разработка программы противодействия пропаганде молодежных суицидов в интернет-среде. Вот эта программа на данный момент, она уже разрабатывается. Внесение в федеральный законодательство изменения, касающиеся раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков и психотропных веществ среди обучающих в образовательных учреждениях общего и профессионального образования, а также оказание наркологической помощи. Вот мы почувствовали это на себе, потому что как раз совместными усилиями трех ведомств, это Госнарк контроля, Министерство образования и науки и Минздрава, был издан федеральный закон номер 120, которым предполагается социально-психологическое тестирование. Вот это социально-психологическое тестирование, оно и направлено как раз на диагностику, выявление первых проб наркотического поведения, что может способствовать как раз перекрытию дальнейшего распространения этих форм такого поведения. Состоялось в мае 2014 года заседание Координационного совета при президенте по реализации вот этой национальной стратегии действий в интересах детей до 2017 года. Охрана и укрепление здоровья подростков – основной тезис всех выступающих вот этого Координационного совета. Владимир Владимирович Путин очень четко и ясно сказал, вот цитата его, «Подчеркнул, что эта страшная проблема суицида все еще существует. Необходимо усилить внимание к эмоциональному состоянию детей со стороны родителей и учителей, а помощь специалистов должна быть доступной, эффективной и своевременной. Я думаю, что в этой аудитории не нужно защищать тезис о том, что государство правильно делает, в том числе ограничивая пропаганду суицидов в интернете». Вот то, о чем я вам сейчас говорил. И мне кажется, вот емкость и краткость этой цитаты, она говорит о нашем правильном действии, потому что специалисты часто работают и общаются в своем научном кругу. И не достучаться иногда с точки зрения того, получить конкретную помощь, столкнувшись родителям, столкнувшись с такой позицией своего ребенка. Конечно же, эмоциональность, как написано, она является очень важной с точки зрения понимания того, как решать проблему суицида. Потому что медицинская составляющая у детей, у подростков уже эмоций больше. Дальше вот еще одна цитата у меня, не могу не показать ее. «Нужно увлекать детей занятиями спортом, проводить соревнования, спартакиады, организовывать из числа старшеклассников группы пропагандистов здорового образа жизни. Пример успешных активных сверстников часто действует гораздо более эффективно, чем наставления со стороны взрослых. Вот поэтому, когда создавалось волонтерское движение «Здоровая инициатива», вот эти лозунги были взяты на вооружение, что не надо нам новых технологий западных. У нас достаточно своих. Самое главное, чтобы среди сверстников появились активисты, пропагандисты и те, кто не будет стесняться вести здоровый образ жизни. Потихоньку вытесняются за пределы образовательных организаций курильщики. Уже это давно не модно, если многие уже прочувствовали, что даже на остановках в городе Москве уже уважительно относятся к стоящим там людям и отходят подальше покурить. Это видно невооруженным глазом. Я думаю, дальше это будет еще лучше. Но, опять же, эта работа будет эффективнее только тогда, когда вашими устами это будет звучать с точки зрения пропаганды здорового образа жизни. Директор научного центра здоровья детей Российской академии цирских наук интересные данные дал, выступая на этом конституционном совещании. Показатель смертности у нас почти в три раза выше, чем в европейских странах. А по количеству суицидов мы пока занимаем одно из первых мест в мире. По количеству суицидов. В то же время число подростковых суицидов уменьшилось вдвое за последние пять лет. Это говорит о том, что все-таки мы взялись за решение этой проблемы. И вот почему как раз вопрос-то и задают в интернете о том, как взаимодействует ведомство в решении этой проблемы. Вот как раз и результат взаимодействия. Снижается количество таких завершенных попыток суицида. Это значит, работа есть, она может быть еще не достана, но она ведется и уже результаты есть. И вот самое интересное, то, о чем я вам сказал. Видите, в смертности подростков важную роль играют социальные факторы и психологические риски. Как раз социальные факторы и психологические риски – это и есть тема рассмотрения специалистов в решении проблем суицидального поведения. Более 70% подростков имеют те или иные болезни, в том числе хронические заболевания. Заболеваемость подростков увеличилась за 10 лет на 30%. Это нехорошие данные. Я думаю, что распространенность хронических болезней подростков в процессе обучения, вот как говорят специалисты, это озвучено было на аккредитационном совете при президенте, увеличивается более чем на 50%. То есть то, что дано человеку с рождения и воспитываясь в семье, попадая в образовательную среду, он увеличивает этот процент заболеваемости. А наши все усилия как раз направлены на то, чтобы создать здоровью, здоровьесберегающую образовательную среду. Вот мы с вами над этим и будем думать, как это сделать. От 20 до 30% подростков имеют ограничения по состоянию здоровья в выборе профессии. На кафедре валиологии, которая работает в МГТУ имени Баумана, существуют специалисты, педагоги, доценты, профессора, которые занимаются как раз с теми, кто ограничен годен по здоровью. Многие здесь присутствуют, в этой категории людей, которые физическую культуру и спорт не могут развивать, потому что есть ограничения объективные. Вот для этого с ними проводится специальная работа. Она также направлена на популяризацию идеи о здоровом образе жизни. Несмотря на какие-то ограничения, человек может сделать так, чтобы они ему не мешали в дальнейшей жизни. А наоборот, вот эта мотивация к здоровью, она способствует тому, что человек по учебе начинает легче работать, учиться, потому что не зациклен на своих проблемах, а получает реальную конкретную помощь. Вот интересные данные. В 2013 году при первоначальной постановке подростков на воинский учет освидетельствованы 630 тысяч юношей. Заболевания выявлены у 59 освидетельствованных. То есть около 30% юношей признаны негодными к военной службе. Вот 60% выявленных заболеваний, 30% из них негодны коинской службе. По уровню физического развития современные подростки уступают сверстникам прошлых лет. Это констатация фактов, которые сделали ученые. Наверное, нам есть о чем задуматься. И каждому из здесь присутствующих, каждому тем, кто слушает нас сегодня в интернете, я бы порекомендовал как раз подумать над этим выводом, потому что мы не должны быть слабее и хуже тех, кто был молодым раньше нас. Поэтому сегодня мы с вами как раз поговорим о том, как сделать здоровый образ жизни модным, популярным, чтобы он являлся как раз основной профилактикой суицидального поведения. Необходим врачебно-педагогический контроль, потому что по статистике 3,5 миллиона подростков занимаются спортом. Из них 45% имеют медицинский допуск к занятиям спортом. То есть более половины не имеют, но занимаются. А к чему это сподвигнет? Это сподвигнет к тому, что объявленная сегодня президентом политика внедрения ГТО, норм ГТО, она может привести к другим результатам. Потому что как раз рвануть на 100 метров или пробежать километр это несложно. Но без определенной подготовки и знания своих особенностей вы можете получить травму. Поэтому как раз вот этот врачебно-педагогический контроль должен быть развит. В МГТУ имени Баумана есть специальные технологии, по которым проводится врачебный контроль и проводится социально-психологическое тестирование. Ну все здесь присутствующие, вы знаете о чем я говорю, потому что вам выдают специальные оздоровительные книжки, на последней странице которых вы обязаны пройти вот этот врачебно-педагогический контроль и пройти социально-психологическое тестирование. Таким образом вам помогают некоторые маркеры узнать о своем здоровье, которые помогут без фанатизма относиться к занятиям физической культуры и спортом. А как раз сделать эти занятия полезными для себя. Я свое выступление заканчиваю, наверное уже утомил. Мне хотелось бы послушать специалистов, которые сегодня к нам пришли. Да, пожалуйста. Решите дополнить чуть-чуть. Вот здесь большое внимание Алексею Сергеевичу было уделено организации Здорового инициатива, волонтерскому движению, которое создано и активно действует в МГТУ имени Баумана. И мне хотелось бы тоже сказать о том, что в настоящее время службой поддерживается и организуется взаимодействие более чем с 5,5 тысячи молодежных волонтерских антинаркотических организаций, которые действуют на территории всей Российской Федерации. Службы уже в третий раз проводят съезд всероссийских антинаркотических, членов антинаркотических организаций, которые занимаются антинаркотической деятельностью. И знаете, в этом году из всех регионов у нас были представители, проводился съезд в Иркутске. И один из самых таких эмоциональных, запоминающихся дней был, это закрытие съезда. Никто из Бауманки не был у нас на съезде. Может быть были, но здесь не присутствуют. Это когда 2000 человек в рамках Байкала 2020 находились на закрытии, и все одновременно начали петь гимн Российской Федерации. Это было незабываемое действие по высшей степени патриотическому воспитанию ребят, которые относятся к своей стране, как это должно быть, и занимаются и спортом, и всем. Отраден тот же факт, что Алексей Сергеевич рассказывал про автопробег. Федеральная служба поддерживает все автопробеги, в том числе и организуемые МГТУ имени Баумана. И в каждом городе, в каждом регионе, в котором бывает автопробег, организуются мероприятия, собираются люди, которые занимаются антинаркотическим движением. Но я хочу сказать не об этом, а о том, что фактически МГТУ имени Баумана стояла у истоков автопробегов под антинаркотической тематикой. А сейчас такие автопробеги, пропагандирующие здоровый образ жизни, с инициативой выступает практически каждое региональное наше управление. И эти автопробеги проводятся, и если взять статистику прошлого года, то общее количество автопробегов и общее количество людей, которые находились вокруг того или иного мероприятия, превысило более 150 тысяч человек. Вы представляете, это люди, которые не голословно кивают в сторону того, что да, в принципе, неплохо вы говорите о том, что как нужно жить, а именно принимают участие и своим примером привлекают к положительным мероприятиям все большее и большее количество людей. Ну, в принципе. – Спасибо большое. Давайте послушаем специалистов. У нас регламент очень ограничен. Я прошу специалистов, которые будут выступать, коротко, емко, и самое главное, доступно. Потому что очень много вопросов. Помедленнее там говорить, потому что многие смотрят интернет, видно, сложности есть. Поэтому мы должны быть коротко, емко и доступно. Слово предоставляется Зайцевой Наталье Викторовне. Это кандидат в педагогическую науку, заместитель директора Центра исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи. Мы с Центром давно сотрудничаем, работаем в ГТУ имени Баумана, часто проводят совместные конференции и мероприятия. И также тема суицидального поведения, диагностики, выявления профилактики, она являлась общей в разработке типовой модели, которую Наталья Викторовна, наверное, представит. Добрый день, уважаемые коллеги. Суицидальное поведение детей и молодежи всегда выступало острой мировой проблемой. И несмотря на то, что по данным Росстата за последние годы наметилось снижение детской смертности, в 2013 году по сравнению с 2010 годом у подростков 10-14 лет на 20%, а у молодежи в возрасте 15-19 лет на 37%, все равно эта проблема остается необычайно серьезной. И, как Денис Валерьевич упомянул, сегодня Сибирский, Приволжский, Уральский федеральные округа, они находятся на первом месте по уровню смертности от самоубийств. Это, соответственно, 317, 242 и 131 детская смерть в 2013 году. Среди причин, которые в последнее время добавились, можно отметить романтизацию самоубийств в средствах массовой информации и то, о чем уже тоже говорилось сегодня, увеличение числа сайтов и социальных сообществ, которые пропагандируют самоубийство, насилие, жестокость и так далее. Поскольку наш центр является подведомственным Миноборнауке России учреждения, мы работаем в рамках государственного задания и, естественно, принимаем участие в реализации плана мероприятий, утвержденного Миноборнауке России. Работа наша струется по нескольким направлениям. Первое – это реализация прикладных научных исследований. Их тема на слайде, я их повторять не буду, и к содержанию вернусь несколько позже. Второе направление – это проведение всероссийских конкурсов. В 2012-2013 годах мы провели два всероссийских конкурса программ родительского всеобучия по профилактике детского суицида. И если на первый конкурс поступило только 8 программ, то на второй уже 188. И чтобы эти наработки педагогов, психологов, специалистов России не оставались невостребованными, не оставались мертвым грузом, мы выбрали лучшие. И вот буквально к дню, к всемирному дню, 10 сентября, предотвращение самоубийств, он вышел в свет. Это сборник лучших программ по названиям «Спасти от пропасти», родительский всеобуч, программ профилактики суицидального риска. Автор-составитель сборника – Ефимова Ольга Ильинична, кандидат психологических наук, доцент, старший научный сотрудник нашего центра, которая много лет занимается данной проблемой, в том числе и экспериментальным. И она также принимала участие и в разработке типовой модели профилактики суицидального поведения, о которой я расскажу немножко позже. Внизу слайда информации о том, что еще один конкурс мы объявили в этом году, и до 1 декабря принимаем на него работы. И он как раз касается программ подготовки волонтеров в сфере и формирования здорового образа жизни, и ценности жизни, и профилактики девиантного поведения. Также мы стараемся освещать все наши наработки в научно-методических изданиях, и на сайте центра у нас есть специализированная страничка подросток в трудной жизненной ситуации, где также размещаем информацию, в том числе и по профилактике суицидального поведения. Проведенный коллективом центра анализ показал, что большинство суицидов происходит именно в школе, а ведущими психотравмирующими ситуациями выступают школьная дезадаптация, неуспех в учебе, отвержение подростка в классе, конфликт с учителями, дедактогения, потеря родственников и другие. И вместе с тем образовательная среда является наиболее перспективной в сфере превенции суицидального поведения. Основой ранней профилактики является создание условий, когда педагоги и психологи могут своевременно увидеть типичные кризисные ситуации подростков и помочь им, и создать условия, при которых подросток может нормально развиваться в образовательной среде. Проводимый центром мониторинг состояния работы по профилактике детского суицида, мы ведем его с 2012 года, в принципе повторяет все те проблемы, которые существуют в регионах при организации профилактической работы. То есть это и кадровые проблемы, и методические, и дефицит от социальных реабилитационных центров, горячих леней и так далее. Если у нас в 2013 году в мониторинге приняли участие только 38 субъектов, то в 2014 году это уже 73 субъекта. Только 8 регионов не принимали участие ни в 2013, ни в 2014 году. Я не буду говорить обо всех результатах, но тем не менее, вот такая диаграмма показывает о распределении случаев суицида по возрастным группам. А следующее о том, как педагоги работают с суицидентами и насколько эти случаи можно предотвратить. И вот данная диаграмма показывает, что у специалистов лучше получается работать в данном направлении с возрастной группой 11-16 лет. В принципе, большая часть регионов отмечает, что у них достаточно высокий уровень обеспеченности методической и кадровой, но тем не менее, больше чем в 40% регионов отсутствуют программы образовательные по профилактике суицидов. Профилактическая работа в сети интернет ведется только в 70% регионов. Анализ опыта, который проводится, показывает, что работа строится в основном с целевыми группами постоянными – дети, подростки, родители и педагоги. Как я говорила выше, в 2012 году была разработана типовая модель психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, направленного на профилактику суицидального поведения обучающихся. Коллективом научным под руководством директора нашего центра, доктора психологических наук, профессора Натальи Юрьевна Синягиной. И в этой типовой модели был определён, обоснован комплекс психолого-педагогических условий, которые обеспечивают профилактику. Она включает в себя сформированный пакет скрининговых методик, их перечень на слайде, и методические рекомендации по использованию этих методик. Вся типовая модель занимает более 300 страниц, поэтому Департамент государственной политики в сфере общего образования Миноборнауки России направил в регионы краткую модель. По полной модели мы предоставляем её по запросу образовательных организаций, заключаем договор социального партнёрства на апробацию этой модели и получение от них обратной связи ежегодно. Вот в настоящее время, я бы не сказала, что как-то активно регионы её запрашивают, потому что возможность есть, мы никому не отказываем, мы готовы консультационно сопровождать эту деятельность. Заключено пока только около 20 договоров. Поэтому хотелось бы ещё раз пригласить всех желающих ознакомиться с этой моделью, подробнее обратиться к нам и это сделать. На следующем слайде информация о нашем журнале «Образование личности», электронном журнале и странице подросток с трудной жизненной ситуацией, о которой я сказала. Мы также работаем по запросу Роспотребнадзора в плане экспертизы ссылок сайтов, призывающих к самоубийству или содержащих способы совершения самоубийства. И вот сегодня в Роспотребнадзоре тоже в 3 часа проходит круглый стол, на котором будут принимать участие мои коллеги. Там разрабатывается также методика, которая поможет определять эти вредоносные сайты и их затем блокировать. Остаётся сказать, что все те методические наработки, которые нашим центром за последние годы реализованы, открыты. Мы, конечно, готовы помочь всем образовательным организациям. Мы даже и на стажировки специалистов тоже идём. Наши специалисты готовы выехать на повышение квалификации. Поэтому приглашаем всех к сотрудничеству. Спасибо за внимание. Наталья Викторовна, вот вопрос он очень простой. Он долго был написан, но я его сформирую очень просто. Зачем спасать людей, которые не хотят жить? Определить, хочет ребёнок жить или не хочет, он, наверное, не в состоянии в силу ещё не сложившейся психики. И это как некие одномоментные решения. Это какая-то сиюминутная ситуация, которая может его подтолкнуть на эту попытку. Поэтому человек должен сознавать, ценность жизни, о которой мы говорим, это первичное, что должно быть сформировано у человека. Он должен понимать, что жизнь одна, она уже не вернётся. Это не компьютерная игра, где их там несколько этих жизней. И нужно просто работать с саморегуляцией ребёнка, с рефлексией, для того, чтобы он понимал, что это пройдёт, и он будет жить, развиваться, двигаться дальше. Спасибо. Я немножко добавлю, потому что действительно вопрос-то интересный. Мы, к сожалению, не задумываемся, зачем спасать. А вот именно спасать-то и надо, потому что пока формируется психика, человек принимает решения зачастую, о которых потом может пожалеть. Ну, мы так и устроены, наверное, что сначала принимаем действия, а потом обдумываем решения. Хорошо, если есть опыт, который подсказывает интуитивно, как эти действия и решения принимать. А если его нет, то уже сложнее. Я предоставляю слово Климовичу Веронике Юрьевне, клинический психолог, филиал номер 8 Московского научно-практического центра наркологии. Вероника Юрьевна, пожалуйста. Но еще сейчас, пока вы выступите, хотел представить одного из ведущих специалистов. Геннадьевич, представьте его. Валентин Михайлович. Уважаемые друзья, мы долгие годы плодотворно сотрудничаем с Московским НИИ психиатрии и Федеральным центром суицитологии. И сегодня эти два уважаемых медицинских учреждения представляют Валентин Михайлович Кушнарев, который на сегодняшний день является ведущим специалистом в области социально-психологической помощи молодежи и подросткам. Спасибо. Вероника Юрьевна, пожалуйста. Да, можете сюда выйти. А можете с места. Давайте с места. Добрый день, уважаемые участники интернет-урота, урока. Я благодарю за возможность в очередной раз с удовольствием принять участие в этом, с моей точки зрения, просто замечательном и всегда очень полезном мероприятии. И говоря сегодня на такую важную тему, я, безусловно, не буду брать на себя риск говорить, собственно, о проблеме суицидов, поскольку я не являюсь суицидологом. Область моих действий, я представляю здесь Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения Москвы. Область моих интересов – это работа с зависимостями. И, в частности, профилактика зависимости, особенно среди молодежи. То есть я, по сути дела, являюсь привентологом. И поэтому мой взгляд на сегодняшнюю проблему, он будет являться такой, как бы некой попыткой состыковки вот той самой проблемы, с которой занимаюсь я, с той самой обсуждаемой нами проблемой суицидов, которой, к сожалению, я тоже сталкиваюсь по меру своей работы, потому что каждый раз все наши статистики, которые мы сдаем в отчетах, о которой мы говорим каждый день, она имеет такую, к сожалению, графу, количество суицидов, попыток суицидальных, которые удались или не удались, но, тем не менее, были так или иначе связаны с проблемой наркомании среди молодежи. И я очень хорошо осознаю всю ту статистику, о которой сегодня, на практике осознаю даже, всю ту статистику, о которой сегодня так много сегодня говорили, и понимаю прекрасно, что это действительно проблема, которая стоит того, чтобы о ней говорить, задумываться и искать или пытаться искать какие-то более-менее эффективные решения. Но, с другой стороны, если мы говорим здесь о проблеме суицидов и приводим цифры, связанные с количеством суицидов по Российской Федерации, здесь можно еще и говорить о том, что существуют цифры, которые точно так же, как цифры вот этой статистики, очень сильно коррелируют. Это статистика, которая отражает количество курящих детей, количество детей, злоупотребляющих и употребляющих алкогольные напитки, и которые употребляют какие-то виды наркотических и психотропных веществ. Вот все эти явления, безусловно, связаны, и если, с моей точки зрения, если их рассматривать подробнее, существует нечто схожее в проявлениях детского и подросткового аддиктивного и суицидального поведения. И я попробую объяснить, в чем моя точка зрения, вот в чем существует вот эта вот схожесть этих двух явлений. Когда я на эту тему разговариваю с учреждениями, со специалистами учреждений образования, с моими коллегами из системы здравоохранения, да просто с обычными людьми, чаще всего, вот, наверное, все высказывания, их можно свести к одной единственной фразе. Это я буквально цитирую слова моего коллеги. «Подростки пьют, колются, нюхают, травятся, вешаются и стреляются». Вот на сегодняшней ситуации та картина, которую, к сожалению, мы действительно часто очень видим. В чем же состоит, повторяю, вот эта связь, и почему такая картина складывается? Ну, в первую очередь, здесь уже сегодня говорилось, впрямую связь этих двух явлений очевидна, даже если мы на практике будем говорить о том, как развиваются часто события. У большого количества детей и подростков, в частности, у 70% подростков, которые употребляют алкоголь, которые имеют опыт употребления наркотических, токсических веществ совершаются суицидальные действия и наблюдаются суицидальные попытки. Они происходят или как следствие состояния опьянения, наркотического, алкогольного опьянения. И мы действительно по нашей статистике очень часто видим, что те подростки, которые совершают попытку суицида, в тот момент, когда это совершалось, попытка суицида находится не в адекватном, а в измененном психоактивными веществами сознаниями. На сегодняшний момент в этом плане особенно опасны являются препараты галлюциногенного ряда, то есть некие психоделики, которые так или иначе изменяют состояние сознания, расщепляют состояние сознания. И из последних новых видов наркотиков особенно остро стоит проблема возможных суицидов среди тех, кто употребляет так известные наверняка вам спайсы. Среди числа случаев смерти от передозировки наркотиков наверняка есть определенный процент самоубийств по различным причинам, сопутствующим наркомании. Трудно сказать, какой это процент, потому что непонятно, по какой причине произошла передозировка, случайно или сознательно, но этот факт наверняка имеет место. Существует наверняка, и тоже нельзя отрицать, суициды среди зависимых лиц, которые не нашли в себе силы отказаться от зависимости и чувствующие вину перед близкими и вообще потерявшими смысл в этой жизни, когда борьба не увенчается успехами. Ну и, наконец, по данным опросов, которые были проведены в различных регионах России, которые сейчас выложены даже в интернете, большинство несовершеннолетних, которые приобщены к алкоголю и наркотикам, действительно думают о суициде. Некоторые уже имели опыт, и ребята в этом признаются при вот таких широких анонимных опросах. Еще одно сходство, еще одна точка соприкосновения этих двух явлений – это принадлежность к одному роду явлений. Здесь уже говорилось о том, что понятие суицидов, по сути дела, относится к такому понятию, как аутоагрессия, аутоагрессивное поведение личности. Самостоятельный уход ребенка из жизни, он практически противоречит вот самому смыслу здоровья, жизни человека и как биологического вида. Недаром в определении суицида суицид квалифицируется как поведение, имеющее целью самоубийство, и это действительно агрессия против собственного я человека. И я вам точно могу сказать, из практики я это знаю, что, потребляя алкоголь или наркотики, подросток также подавляет свои витальные инстинкты. Очень часто при консультировании наркозависимых людей это очень четко прослеживается. В данном случае сходство тоже очевидно. Имеется большое количество исследований сегодняшних специалистов, которые говорят о том, что имеется связь суицидального и аддиктивного поведения с так называемым девиантным поведением, большой группой поведенческих расстройств, которые на сегодняшний момент имеют разную-разную типологию. Я привожу здесь фамилии тех специалистов, которые предполагают о том, что эта связь существует и рассматривают как одни из видов девиантного поведения и аддиктивное поведение, и суицидальное поведение. Эта точка зрения является на сегодняшний момент не до конца утвержденной, спорной, но даже если нет такой прямой связи, то в любом случае часто суицидальные попытки подростка взаимосвязаны с его девиантным, то есть отклоняющимся от нормы поведением. И многие специалисты, когда описывают такой вид поведения, они ставят его очень часто в ряд как раз с понятием аутоагрессия, в ряд с понятием наркотического, алкогольного поведения, наркотизация, алкоголизация. Безусловно, если обращаться к науке, то связь по той классификации, которая дает международная классификация болезни, ДСМ-4, американская классификация психических расстройств, суициды по этой классификации относятся к неотложным состояниям в психиатрии, которые требуют огромного количества работ именно специалистов в области психиатрии. И если говорить о заболеваниях, обусловленных химическими веществами, то в ДСМ-4 также им отводится такое место, так же как классам заболеваний, расстройствами, которые имеют именно психическую природу. Отсюда, наверное, вытекает еще одно сходство, которое обусловлено схожестью роли специалистов при оказании помощи при суицидальном и аддиктивном поведении. Потому что если подросток высказывает какие-то суицидальные мысли, какие-то суицидальные моменты, если он действительно совершает какие-то попытки, вот здесь пренебрегать помощью врача-психиатра совершенно недопустимо. Потому что в данном случае вот работа чисто психологическая, чисто педагогическая может восприниматься только на этапе периода реабилитации после проведения каких-то неотложных психиатрических процедур. Вот, правда, точно такой же подход действует и в аддиктологии. Если мы говорим о диагнозе наркомания-алкоголизм, то там первоначально, поскольку это заболеваемость, требуется присутствие врача-психиатра-нарколога. Но, добавлю, в профилактике и того, и другого явления роль воспитателей, педагогов, психологов практически трудно переоценить. Вот здесь они на первом месте. Очень многие специалисты, занимающиеся вопросами суицидальных попыток, суицидов, говорят о том, что суицидальность подростковая связана во многом с проявлениями кризиса аутентичности. Когда подросток взрослеет, когда завершается созревание подростка, и на сегодняшний момент вот этот кризис аутентичности очень легко обыгрывается теми самыми интернет-средствами, теми самыми средствами массовой информации, которые выдвигают наверняка известный вам лозунг «Живи быстро, умри молодым», который когда-то вызвал во многих западных странах целую полосу самоубийств, быстрых смертей. И если в этом возрасте, когда проходит кризис аутентичности, подростку на вечеринке или на дискотеке впервые дать попробовать наркотик, они не просто, наверное, подсядут на него, но очень высока вероятность того, что подросток под действием наркотического опьянения вот так красиво и просто решит уйти из жизни. Добавлю, что сходства существуют и в наличии факторов риска развития суицидального поведения. Я здесь перечислила, безусловно, не все эти факторы риска, но если посмотреть на факторы риска развития аддиктивного поведения, которые приводит ВОЗ, то они действительно все могут быть сведены к биологическим, социальным или внешним факторам или психологическим или внутренним. Четвертого не дано. И вот здесь мне очень хочется заметить очень важную вещь. На сегодняшний момент многие специалисты говорят о том, что очень недооценивается роль биологических или генетических факторов предрасположенности к развитию суицидального поведения. По сегодняшним представлениям существует некая биологическая предрасположенность к развитию суицидального поведения у подавляющей числа лиц, совершивших самоубийство. Как представитель Московского научно-практического центра наркологии, я могу сказать, что в отношении представления о механизме развития наркотической зависимости, алкогольной зависимости, сегодня точно абсолютно специалисты говорят и о предрасположенности, генетической предрасположенности к этому аддиктивному поведению. В частности, в 2013 году в МПЦ наркологии открылась генетическая лаборатория, где идут тестовые исследования по выявлению ранней генетической предрасположенности человека к наркотикам. В возрасте 3-5 лет, как заявляют специалисты, участвующие в этой лаборатории, уже можно определить генетические факторы риска ребенка и разработать специальную систему воспитания для родителей. Я цитирую нашего директора нашего центра Евгения Брюна, предрасположенность человека к наркотикам это сбой биохимии головного мозга. Эти дети нуждаются в другом воспитании, в другой системе. Кроме факторов защиты, идентичными в аддиктивном и суицидальном поведении являются и факторы, вернее, факторы риска, факторы защиты. Те средства, те способы, которые помогают человеку удержаться в этом мире, они помогают, наверное, и удержаться здесь трезво. И поэтому факторы защиты, они тоже действительно очень похожи. Ну и, наконец, наверное, еще одно сходство той и другой проблемы состоит в том, что невозможно рассматривать проблему суицидов и проблему наркомании как проблему личности. Это проблема социальная, это проблема общества. Недаром наркоманию и суициды называют социально обусловленными заболеваниями, имея в виду, что причины этого очень четко социальные и накладывается отпечаток на все общество в целом при таком понятии. Группа риска существует также и в том, и в другом случае. И по тому, кто входит в группу риска, мы тоже видим это сходство этих двух понятий. Ну и, наконец, схема развития аддиктивного поведения и схема выраженности, склонности к суицидам у подростков, они тоже имеют некую протяженность во времени. Они тоже не сразу переходят одна в болезнь, а другая в совершенный суицид. Существуют некие этапы, наверное, если мы будем вмешиваться в профилактику того или иного явления на более ранних этапах, это некий путь к эффективности такой профилактики. Я бы сказала, что на сегодняшний момент специалистам, которые в этой области работают, следует еще помнить, что существуют и так называемые превентологические сходства этих двух проблем, потому что занимаясь и профилактикой суицидального поведения, и профилактикой аддиктивного поведения, есть очень большой риск навредить. Если мы будем предоставлять слишком много информации о степени распространенности потребления наркотиков, алкоголя, если мы будем говорить слишком много о тех суицидах, которые совершены подростками, наверное, вместо того, чтобы добиться положительного какого-то эффекта, мы получим отрицательный ивент. Мы все прекрасно помним, как средства массовой информации осветили смерть двух девочек-подростков в Подмосковье и какая потом волна подростковых суицидов в ответ на это освещение потребовалась. Поэтому работа по предупреждению подростковых суицидов должна иметь абсолютно непубличный и, самое главное, профессиональный характер, равно как и профилактика зависимого поведения тоже требует профессиональной подростки. Здесь как раз говорили, что особое внимание здесь надо уделить информацию, передаваемую через сеть интернет. И вот это, как бы, мое выступление я уже хочу подвести к концу, заканчивая словами русского философа Николая Бердяева. «Психология самоубийства есть психология безнадежности. Безнадежность есть страшное сужение сознания, угасание для него всего богатства мира». По всем нашим материалам, по всех наших учебниках по наркологии, наркоманию, алкоголизму тоже называют болезнями суженного или измененного сознания. Таким образом, сходство этих двух явлений диктует, с моей точки зрения, и возможность, и необходимость одинаковых подходов к профилактике их возникновения. А именно, и вот здесь я позволю себе перечислить те, наверное, основополагающие принципы, которые надо придерживаться, выстраивая профилактику этих явлений. Необходимость выстраивать мишени профилактики так, чтобы воздействие приходилось на факторы риска, уменьшая их, и защитные факторы, увеличивая их. Необходимость повышения уровня информированности и профессиональной подготовки специалистов, работающих не только по данным проблемам, но и вообще работающих с подростками, которые стоят рядом с подростками. Активная работа с родителями, включение их в совместную деятельность по профилактике подростковых суицидов, подросткового алкоголизма, наркомании. Мы здесь уже говорили, что из семьи очень часто выходят именно вот эти искажения. Ориентация на профессиональную психолого-педагогическую и социально-психологическую профилактическую помощь семье. Это и в смысле повышения уровня информированности и в смысле коррекции неконструктивно каких-то внутрисемейных отношений. Включение в профилактическую работу с организованными детско-подростковыми коллективами интерактивных блоков по развитию жизненных навыков, личностных ресурсов, которые очень часто не хватает нашим ребятам, чтобы противостоять или каким-то сложностям в своей жизни или предложение попробовать какие-то вещества. Необходимость начинать заниматься профилактикой с подростком как можно в более раннем возрасте. Это мое глубокое убеждение. Наш центр работает в профилактике аддиктивного поведения с детьми детского сада. И я считаю, что и профилактике суицидального поведения в широком смысле надо начинать тоже практически с рождения ребенка. Включение психолого-психиатрического компонента в диспансеризацию детей и подростков в целях как можно более раннего выявления психических расстройств в данной возрастной группе населения. То, что не всегда делается и с чем с последствиями чего мы очень сталкиваемся на практике. Необходимость создания альтернативной безопасной среды как в условиях организованных детско-подростковых коллективах так и для каждого подростка в отдельности. Сделать так, чтобы у ребенка была альтернатива и сложностям и занятости, чтобы он чувствовал там активно себя и безопасно. И вывод по, наверное, этим предложениям это, иными словами, профилактика суицидального аддиктивного поведения подростков не должны проводиться изолированно. Я предполагаю, что, может быть, надо создать какую-то регулярно действующую комплексную систему профилактики социально и личностно опасных форм поведения подростков, где будут сосредоточены совместные усилия и государства, и родительской общественности, и общественных организаций, системы образования, правоохранительной защиты, здравоохранения, досугово-спортивных учреждений. В разговоре с моими коллегами, наверное, может быть, эта система должна быть прописана как вариант в государственной межведомственной программе по предупреждению негативных форм поведения детей и подростков. И я думаю, что, может быть, такой подход будет оправдан, по крайней мере, мой взгляд, практического психолога вот на эту проблему я представила. Спасибо. Вероника Юрьевна, вот очень много вопросов поступает и в том числе ваш адрес вообще вот по данной проблеме задела тема очень многих и я скажу, значит, мы правильно то, что говорим про это явление. Вот вам вопрос такой. Я его аккумулирую, их несколько одинаковых вопросов, но вот он звучит примерно таким образом. Если генетика, штука сильная, как бы бороться с ней непросто, вот как бороться с этой генетической предрасположенностью к суициду, вот люди спрашивают. Есть ли какие-то меры, может быть, там, или еще что-то? На сегодняшний момент я добавлю, у нас проводится сейчас экспериментальное исследование вот такой закономерности, но из числа тех родителей, кто обратился, а опыт такой уже есть, кто обратился в НПЦ наркологии с просьбой пронести такое генетическое исследование детей, я точно знаю, ни один родитель не ушел без соответствующих рекомендаций. И не могу дать гарантии, что эти рекомендации стопроцентны, как, в принципе, наверное, такую гарантию дать невозможно ни в одном направлении работы, но то, что это психолого-педагогические и воспитательные рекомендации удовлетворяют родители на этом этапе, они понимают многие, что надо теперь делать, или наоборот, как многие говорят, что не надо было делать, это абсолютно точно, этому я была свидетель. Я бы хотел добавить, Вероника Юрьевна настолько замечательно все доложила, и, конечно, мы должны помнить о том, что, это известно специалистам всего мира, судьба человека, его уровень здоровья на 15% зависит от генетики, есть много врожденных заболеваний, но они не определяют его судьбу, судьбу человека, носитель этих генов, все определяет образ жизни 50% и 25% условия жизни, поэтому, если человек сам себя регулирует, ведет здоровый образ жизни, и он находится в условиях, которые могут быть созданы, в том числе в образовательной среде, то вот эти генетические предпосылки болезненные не реализуются, поэтому, еще раз подчеркиваю, мы должны быть оптимистами, только мы в конечном итоге решаем, будем мы здоровы или нет. Генетика, это не приговор. Так точно. Позвольте, я еще раз поддерживаю Геннадия Ивановича, и так как наше мероприятие транслируется в сети интернет, нужно понимать о том, что те проблемы, которые создаются перед человеком, они создаются для того, чтобы их преодолевать, не утыкаться головой в какой-то угол и поднимать руки перед теми бедами, которые там выносит судьба, а наоборот, для того, чтобы стремиться их преодолеть. И тогда ты будешь положительно развивать свою судьбу. Еще о возможности уйти от депрессии, от суицида. У неплохого представителя Минздрава Андрея Полозова, профессора медицинских наук, ой, профессора, доктора медицинских наук, есть публикации, в которых он говорит о том, что борьба с депрессиями и депрессивными состояниями может разрешаться путем совершенствованной физической выносливости и спорта. То есть, вот как сказал Геннадий Иванович, занимаясь спортом, повышая свою физическую выносливость, просто не остается времени на то, чтобы находиться вот в этом депрессивном состоянии, и это альтернатива тому, чтобы не зацикливаться на своих внутренних проблемах. Спасибо. Геннадий Иванович, вот вам еще вопрос такой задает. Ну вот, как я понимаю, у кого-то уже был опыт, вот кто-то жил в общежитии, живет в студенческом, как я понимаю, я не знаю, откуда этот вопрос, это интернетский вопрос, то есть, какой вуз, я не знаю. Ну, смысл в том, что человек жил в номере, в котором сосед совершил суицид, и вот теперь тот человек, который рядом с ним жил, он живет со своей совестью, да, он в принципе знал, как я понимаю, что тот высказывался, там какие-то мысли у него были, но он никогда не верил, что он это совершит. Вот что вы таким людям посоветите, которые знают о том, что это может быть, куда им обращаться, кому говорить, стоит ли вообще поднимать эту тему, а вдруг это просто баловство, может он шантажирует что-нибудь. Действительно, ситуация такая, достаточно распространенная, хотя участники этой ситуации думают, что все достаточно уникально, что это единственный во всей истории человечества такой случай. На самом деле, это говорит о неопытности и, может быть, даже равнодушии того человека, кто и правильно сейчас совесть мучает его. Если возникли вот такие проблемы, мы называем это социально-психологической дезаптацией, у человека внутренние проблемы, может быть, он из другого города приехал. Так или иначе, вот Вероника Юрьевна правильно сказала, возникает безнадежность и вот эти академические задолженности обязательно у всех несчастная любовь. Это прям обязательно и так должно быть в юном возрасте, в молодом возрасте. И дальше человек упирается в ту стену, которую, кажется, ему нельзя преодолеть. Вот Алексей Викторович об этом тоже сказал. На самом деле, на самом деле, соседи должны помочь, особенно старшекурсники, ведь общежитие, там же такая степень общения, вовлечь, в какие-то, погрузить интересные дела, как мы говорим, интеллект, культура, спорт. Что тебе нравится? Давай займитесь нами этими вопросами. Обязательно надо поставить в известность те службы в общежитии, которые занимаются проблемами социальными, они существуют. Обязательно с кураторами надо связаться, обязательно с родителями, если это иногородние, значит, вступить с ними в переписку, чтобы деканат работал с этими родителями. Во всяком случае, эта ситуация в таком случае будет разрешена. Еще раз повторяю, это надо обращать внимание на состояние учебы и на состояние вот тех проблем внутренних, которые у этого молодого человека и есть. И обязательно надо еще раз подчеркивать необходимость психолого-педагогических служб, которые бы помогали этим ребятам. Спасибо, Геннадий Иванович. Я добавлю, у нас в МГТМИ Бауман есть психологическая служба, и из опыта расскажу, что вот здесь присутствуют наши психологи, которые там работают. Были факты, когда обращались студенты вот с такой просьбой оказать методическую какую-то помощь, как себя вести в этой ситуации человеку, который знает о том, что его друг или подруга вынашивает такие мысли. То есть, он не раскрывает этого фамилии человека, но получает помощь, как себя вести, и во многом это спасает, потому что сам человек иногда может совершить не те действия, они могут наоборот подтолкнуть этого человека, а могут наоборот остановить его. Поэтому очень хорошо, когда люди обращаются к специалистам. Вообще молчать не надо, потому что столько смолчаливого согласия все как раз и происходит. У нас по интернету очень много приходит вопросов к тем специалистам, которые уже неоднократно участвовали у нас в интернет-уроках. Вот круг Владимир Михайлович на всех интернет-уроках участвует, выступает, вот вам вопросы задают. Очень много вопросов касается вот именно семьи. Как я понимаю, что семья играет огромную роль в предотвращении суицида. Ну вот люди пишут, например, если в семье, вот мнение такое, если в семье был кто-то алкоголик, то значит еще кто-то будет алкоголиком. Если в семье был суицид у родителей или еще у кого-то, значит еще кто-то в этой семье. То есть получается вот этот либо пример, либо это как передается по наследству. Что вообще делать людям, которые вот с такой позиции ходят? Да, спасибо, Алексей Сергеевич. Интересная постановка вопроса и проблема актуальная. Ну, я вот выскажу свое общее впечатление от того, что здесь происходит и мне кажется, что мы немножко, хотя Алексей Сергеевич предупреждал, перегибаем палку в осмыслении этой проблемы в заявленном контексте. Я думаю, что нам в меньшей степени все-таки нужно здесь говорить о всякого рода страшилках, цифрах и тенденциях, да? И мы об этом подчеркиваем, но сами говорим, к сожалению, а говорить о позитивной стороне. Поэтому вот, отвечая и на этот вопрос, я как бы исповедую сам и многие мои коллеги то направление, которое развивают многие профессиональные психологи и другие специалисты, занимающиеся подобного рода проблемой. Он созвучен тому, что когда-то внес в мировую психологию один из президентов Американской психологической ассоциации, вот Мартин Селигман, да, который обосновал эффект выученной беспомощности и огласил, заключающийся в том, что если человек, да и не только человек, неоднократно попадает в ситуацию, закончившуюся для него, неблагоприятно, то на каком-то этапе формируется тенденция отказа от дальнейших попыток позитивно разрешить возникающие подобные или другие там аналогичные ситуации. И этот же автор, вот к счастью, стал основоположником так называемой позитивной психологии. Ее идеология, я думаю, вот тема нашего интернет-урока и ответом на вопрос Алексея Сергеевича может звучать только позитивная сторона. Нужно формировать у человека всеми доступными средствами, образом жизни, помощью окружающих, специалистов, сверстников, друзей, родителей в том числе. Вот. И так далее. Позитивное отношение к жизни. Никаких порочных кругов быть не может. Могут быть тенденции, да, какого-то рода. Но выход из всех трудностей для человека в контексте помощи другому нуждающемуся заключает в обретении и в укреплении у него веры в том, что все может быть нормально. Главная роль не молчать, как говорит Геннадий Иванович, бороться до конца и стоять на позитивной стороне жизни. Я неоднократно сам выслушивал такого рода обращения на занятиях и в университете, и вне стен этого университета, о которых говорит Алексей Сергеевич. И ответ и проводились дискуссии неоднократно в разных аудиториях может звучать только один. Никаких порочных кругов быть не может. Никаких явных следствий того, что если кто-то был у тебя там где-то в каком-то колене, да, вот, с какой-то неудачей, это не значит, что и ты будешь неудачником. Нет. Во всяком, как говорится, о минусе, или как один из интересных современных психологов Николай Николаевич Нечаев говорит, что из каждого свинства можно вырезать кусочек ветчины. Старинная баварская пословица, Поэтому и здесь нужно формировать у всех причастных к проблемам, к трудностям вот такое отношение. Во всяком, минусе есть плюс. И опираясь на плюс, мы можем достичь успеха. Вот так бы я ответил. Валерий Михайлович, еще вопрос. Вот мы говорим опять же про семью. Люди пишут. Вот конкретный пример. Когда я училась в школе, одна треть моего класса подсела на наркотики. Это была та часть класса, у которых родители работали до ночи, которым не хватало материнского и отцовского внимания. Школа всячески пыталась отвлекать, проводила лекции, беседы, но внимания и заботу родителей не заменить. Что делать в такой ситуации, когда сплошь и рядом сейчас родители работают день и ночь, зарабатывают деньги, откупаются от детей, покупают им всякие гаджеты, думают, что таким образом они делают счастье ребенку? Да, да. Вопрос, как говорится, в точку. И я думаю, что можно было бы его с большей степенью адресовать моему коллеге Алине Сильвестровне. Мы не один год занимаемся как раз в том числе и этой проблемой в образовательных организациях разного уровня, в высших, средних и других учебных заведениях. Проблема имеет место быть, безусловно. А ответ на нее точно такой же, как и на все предыдущие постановочные вопросы. Делать только одно. Вовремя усматривать или обнаруживать у своих детей возникающие проблемы, не открещиваться от них дорогими подарками, угрозами, насилием или чем-то еще. Идти, и в этом, к сожалению, одна из проблем нашего современного общества, на консультации к разного рода специалистам, их достаточное количество, и это не обязательно могут быть психологи, врачи, педагоги, достаточное количество людей, обладающих здоровым смыслом и практическим опытом. И, конечно же, принимать адекватные меры, направленные на формирование позитивного отношения к выходу из критической ситуации. Вот и все. Тут иного быть не может. И когда мы с Элиной Сильвестровной уже, наверное, второе десятилетие проводим такого рода мониторинги, исследования и всякого рода мероприятия, очень часто встречаем вот такое отношение родителей, заключающееся в том, что сначала это не может быть, у моего ребенка все нормально, когда в разных ситуациях и с участием Алексея Сергеевича, и в Бауманке, и Геннадий Ивановича, мы многократно бывали везде по России, в тестированиях добровольных, так называемых, анонимных, обнаруживается причастность вовлечения информированного или неинформированного наркопотребления, возникает сначала недоумение, непонимание, якобы, а в подавляющем большинстве случаев затем у родителя и у сверстника возникает вопрос, что делать? Что делать? И когда мы ориентируем людей на то, чтобы не запугивать таких вовлеченных в наркопотребление, оказывать им помощь, ориентированную на позитив, это в большинстве в подавляющем случаев приносит позитивный результат. Да, Лена Сергеевна, про Вас много Владимир Михайлович рассказал, тогда Вам в продолжении вот такой же вопрос. Вы, я знаю, хорошая мама, Вы специалист. Что посоветуете родителям, которых эта тема беспокоит? Что нужно, как вот себя вести, если возникают какие-то подозрения на суицидальное поведение у человека? Здравствуйте. Вы знаете, мне вспоминается сейчас ситуация на одном из родительских собраний, когда обсуждалась эта тема, одна мама проговорила, что она, наверное, первый раз в жизни задумалась о том, что, возможно, с её ребёнком может произойти такая беда, потому что, кажется, это может произойти где угодно, с кем угодно, в какой угодно семье, но только не с моим детям. А ещё одна мама проговорила, что она самая счастливая, потому что она вырастила семерых детей, и у них в семье никогда не было темы о том, что может случиться такая беда. Я не знаю, сколько нас сейчас присутствующих и слышащих, видящих, относят себя к категории счастливых родителей или, наоборот, несчастливых и переживших эту беду. Вы знаете, возникает вопрос ещё один. И в семьях с хорошим материальным достатком обеспеченных, и в семьях, наоборот, с материальными проблемами, случаи суицидальных происшествий детей в разном возрасте происходят. Я ещё, по крайней мере, на сегодняшний день нигде не услышала, не прочитала аргументированных ответов на вот такую ситуацию. Невозможно купить жизнь ребёнка ни за какие деньги, да, то есть нужно понимать, что если в семье есть любовь, забота, уважение, умение слышать и слушать, умение помочь, то это в первую очередь может предотвратить от того, что подрастающий ребёнок способен совершить эту беду. А ежели существует абсолютное безразличие со стороны родителей и дети находят возможность поддержки в любых формах со стороны таких же подростков, извините, ненужных в семье, да, или со стороны студенческой группы вовлекающих в то же наркопотребление. То есть вот эта молодёжная субкультура, она чревата в конечном итоге такими происшествиями. Семейный конфликт сопряжён с употреблением в первую очередь алкоголя является одним из факторов того, что такие случаи происходят. Также материальные условия мы не можем игнорировать данный фактор. И, конечно, возраст очень сложный, потому что неразделённая любовь, треугольник любовный в семье очень болезненно детьми переживается. Условия психологические, на мой взгляд, нужно рассматривать в формате именно взаимодействия между семьёй, психолого-педагогическим коллективом, но и разными должностными лицами, которые отвечают напрямую или косвенно за тот жизненный период учёбы, то ли школьной, то ли студенческой. То есть становление вот этого профессионального или учебного или, повторяю, студенческого периода молодого человека или девушки. Какие это условия? Владимир Михайлович, поддерживаете, да, мы с вами не единожды эту тему тоже рассматривали, то есть психофизическое благополучие, а профилактика суицидальных происшествий как раз в формате этой темы и рассматривается. Безусловно, это три компонента. Первый, когнитивный, то есть знание и понимание этой проблемы. Во-вторых, мотивационно-волевой и, в-третьих, операциональный. Вот опять та же проблема, что делать и как делать. В частности, то, что касается психологов и деятельности психологов по профилактике суицидальных происшествий. Обучение определённым методам, техникам по саморегуляции, по самой и взаимопомощи. Потому что, кроме психолога, некому, наверное, на сегодняшний день профессионально обучить ребят такой работе. То, что читается в интернете, воспринимается определённым образом. А то, что происходит в живом общении, оказывает совершенно другое воздействие. Положительное воздействие. Поэтому объять, необъятное невозможно в рамках нашего сегодняшнего общения и дискуссии. Но вот эти психологические условия деятельности психологов мы считаем важными и эффективными. Спасибо, Алина, серьезно. Ну, вот специалисты вас поняли, но не все студенты поняли. Очень много умных, красивых, хороших выражений, которые требуют расшифровки. Вот я с точки зрения того, что сказал специалист психолог, могу добавить вот что. Проанализировав некоторые ситуации, в которых я участвовал как психолог, я могу сказать, что родители часто бывает хотят много хорошего сделать. Вот это желание, но в другой форме приводит к тому, что ребенок совершает суицид. К примеру, тяжелая учеба в престижном вузе не всегда доступна человеку, который в него поступает. Система ЕГЭ это новая система. Получил много баллов, поступил в престижный вуз, родители отмечают неделю в деревне, вся деревня гуляет, что сын, наверное, дочь учатся в престижном вузе в Москве. А дальше начинается у ребенка трудность, а он боится в них признаться, потому что там до сих пор еще гуляют за поступлением, а у него уже двойки, уже недопуски и так далее. Родители начинают звонить в ожидании того, что сейчас в ответ услышат пятерки, грамоты, разряды спортивные, а в результате все плохо, но ребенок не признается. Поэтому ребенок хочет радовать, начинает врать, обманывать, и таким образом приходит какой-то тупик. Вот несколько фактов были таких, когда по телефону норовоучения в жестком порядке ты не приезжай, ты что, дурак или дура, ты там золотую медаль закончил, да ты там просто разгильдяйничаешь, учись, плохо сдашь, домой не приезжай. И вот эти все угрозы приводят к тому, что слабая психика у ребенка, но довольно-таки уважение к родителям и боязнь подвести их надежду приводит к тому, что человек не находит другого выхода. Хотя выходов тысяча. Я думаю, любой специалист вам подскажет элементарно самые простые способы психологической разгрузки такой проблемы или состояния. И, честно говоря, не надо никогда бояться плохой успеваемости. Я по жизни скажу, что Владимир Михайлович, как в свое время он полковник, в вооруженных силах очень часто так бывает, когда приходит лейтенантиком троечник, который синий диплом, но через несколько лет становится прекрасным офицером, командиром и так далее. Потому что трудности, они как раз закаляют. Бывает наоборот, что человек хорошо учится, а в жизни ничего не может и боится жизни этой. Поэтому любая трудность для него становится проблемой. Поэтому, к сожалению, родители не все вот такие умные, образованные, не могут все делать так, как нужно. Они делают интуитивное, желая добра. Поэтому вы, как студенты, всегда делите это внимание на возможность и невозможность понимать родителей, как нужно себя вести, что нужно делать. Я, наверное, заговорил уже долго. У нас, кстати, время очень быстро летит. И меня уже, да, поджимает в ограничения. Алексей Викторович, у вас сейчас вопрос вам задавали. Да, очень коротко я отвечу. на вопрос. Вот здесь вопрос длинный достаточно. Я его сформулирую и отвечу в нескольких частях. Вопрос звучит так. Как правило, люди начинают пробовать наркотики в школьном возрасте. И начинают не с тяжелых наркотиков, а с легких. Гаши, штравы и так далее. Это первая часть вопроса. И вторая. Что делается службой для того, чтобы люди в школьном возрасте не употребляли? Хочется остановиться на том, что легких и тяжелых наркотиков не существует. Мы должны это понимать. Гаши, другие наркотики, легкие, как их принято считать, это первый шаг к тому, чтобы перейти к тяжелым наркотикам. Мы должны понимать еще следующее, что распространение наркотиков это бизнес, который приносит распространителям огромные деньги. И тот человек, который впервые предложил вам наркотик попробовать покурить, чтобы вы повысили как-то свой статус может быть в школе или в институте. Это человек, который пытается заработать себе деньги на очередную дозу наркотиков, чтобы снять с себя ломку. А его в свою очередь завлекают другие. Вот этот бесконечный круг. Почему мы говорим о том, что сейчас профилактика наркомании должна начинаться снижения спроса? Потому что вот мы сажаем людей, они выходят и остаются в том же самом социальном статусе. Им необходима вот эта доза и эта бесконечность. Что делается федеральной службой для того, чтобы люди не употребляли наркотики? Прежде всего, предупрежден, значит, вооружен. каждый школьник проводится уроки территории безопасности, проводится интернет-урок. На официальном сайте госнаркоконтроля размещена информация и для родителей, и для школьников, и младших, и старших, и для всех-всех-всех. Потому что самое простое защита у человека, который уже принимает наркотики, а вот я не знал, и меня никто не предупредил. Нет. Судьба человека в его собственных руках. И начинается его судьба с того времени, когда он в школу пошел, начал творить свою судьбу. И испортить свою биографию и все остальное легче всего, укрывшись от тех проблем, которые существуют, там, закурив, выпив, уколовшись. А последствия непредсказуемы. Поэтому и мы делаем огромное количество дел для того, чтобы школьники, дети, студенты, молодежь, взрослые не употребляли наркотики. И вы, в свою очередь, тоже должны все это делать. И я поддерживаю выступающих передо мной, что огромная роль отводится родительской общественности. Мы проводим родительские собрания с участием врачей, наркологов, наших представителей, где объясняем, что и как происходит. И зачастую из-за мнимой занятости родителей, что они забывают о своих детях, и детям некуда пойти, не с кем поговорить и некому сказать о своих проблемах, вот эти ситуации складываются. Спасибо, психологию подростков возраста, помогая со своей стороны зарабатывая, но якобы помогая человеку повзрослеть, покурить, попробовать. Не вздумайте, потому что эти технологии уже давно пройдены этап. Самый сильный это как раз тот, кто умеет отказаться, а не тот, кто попробовал, потом думает, я как-нибудь сойду на нет. Очень трудно отказаться, и ученые всегда работают над тем, какие там формы дать ребенку человеку в 10-12-14 лет, чтобы он отказавшись от употребления или предложивший пробы, не был белой вороной. Вот как пишут, у нас там одна треть класса подсел наркотики, это беда, когда одна треть класса. Мы дальше переходим, потому что время у нас идет неумолимо вперед. Юрий Владимирович, вам вопрос задали, можете ответить коротко, ясно? Интересный вопрос, как научить человека снова начать жить, и с чего начать формирование позитивной психологии. Я хотел бы начать, вот как раз Алексей Сергеевич, сначала поступил вопрос, когда сказали, что зачем помогать человеку, если он готов уйти из жизни. Я вот здесь хотел бы такую формулировку сделать. Во-первых, самоубийство это необратимое решение временной проблемы. Вот такая формулировка, она может ответить сразу на тот вопрос, который задавался, потому что я занимаюсь практической психологией, и десятки, сотни случаев, которые ко мне приходили люди, начиная с разных социальных слоев, и сначала говорили о безвыходных абсолютно ситуациях, начиная от зависимости, созависимости, комплексов различных, которые не давали возможностей и проявлять в жизни и как личности, и как субъекту деятельности, и это бизнесмены, и военные. Но когда начинаешь разбирать эту проблему, оказывается, это не такая и серьезная проблема. И просто когда человек посмотрит на нее с другой стороны, немножко, скажем так, с третьей точки, немножко посмотрите, и вы увидите, что это не та проблема, на которой можно переживать. Поэтому как научить человека снова начать жить? Ну, сначала нужно, наверное, поставить цели в жизни, которые бы тебе интересно было бы осуществить. И проблема педагога, психолога в общении с любым своим клиентом или с человеком, школьником, это научить поставить цель в жизни. И когда появляется цель, появляется и средство достижения этой цели, и они всегда позитивные. Это можно начать заниматься спортом или какой-то деятельностью, или начать применить какие-то новые методы изучения для того, чтобы перейти на другой уровень познания проблемы или предмета. А самое главное сначала, чтобы начать жить хорошо и позитивно, сначала нужно для себя принять одну такую простую вещь, что любое негативное событие, которое случается в нашей жизни, нужно принять как опыт, который человек дает возможность приобрести. Потому что, если он преодолевает это негативное какой-то случай в своей жизни, он приобретает неоценимый опыт, который позволяет ему дальше идти по жизни гораздо легче. И наоборот, когда человеку идет прекрасная удача, и когда он, скажем, баловень судьбы, я всегда клиенту говорю, вот эти люди как раз они искушаемы, потому что они слишком легко преодолевают это в жизни. А у тебя, к сожалению, это такой период жизни, скажем так, полоса, который ты с легкостью преодолеешь, потому что обретешь опыт. Нужно начинать с этого. И, конечно, с постановки цели. И вопрос, возможно ли на данный момент избежать негативного влияния. Негативного влияния конечно можно избежать, потому что все зависит от твоего воспитания, от твоей аутопсихологической компетенции, которую ты должен воспитывать каждый день. Слово-то такое сложное может быть аутопсихологическая компетентность. Нужно, во-первых, знать о себе все, что ты можешь знать. Это и физиологические какие-то скажем особенности себя, твоих друзей, с которыми ты можешь помочь, и психологические. И если ты будешь иметь какую-то психологическую подготовку, то никакая негативная среда не может на тебя влиять. Наоборот, ты можешь влиять на эту среду, как-то изменяя. Потому что уже только что говорили, то, что если вы видите, что сосед по общежитию или сосед по лестничной площадке имеет какие-то признаки той же суицидальной наклонности или же зависимость, которая может привести к суициду, нужно обязательно разговаривать с этим человеком. Потому что любое негативное восприятие человека на данный момент, это как раз реакция на окружающую действительность. и наша задача помочь этому человеку просто поговорить об этом. Потому что потенциальные самоубийцы с неподдельным облегчением вступают в беседу, получая возможность поделиться своими чувствами, какими-то эмоциями. И это будет первым шагом для разрешения этой проблемы. Спасибо. Виктор Владимирович, хотел бы вам предоставить слово Харамилашвили Виктор Владимирович, наш психиатр, у него тоже огромный опыт. И вопросы я вам адресовал. Вкратце выступление с ответом на вопрос. Да, спасибо большое. Так, сейчас я пока на вопросы отвечаю. У меня два вопроса. Один попроще, другой мало посложнее, но очень интересный. Тот, который проще, суть его сводится в том, что по-видимому студентка пришла за сестрой в школу, увидел, услышал, как школьный психолог грубо и, так сказать, очень некомпетентно обращается с детьми. И она, так сказать, совершенно справедливо говорит, что к такому психологу никогда ни с кем проблем не пошла. я единственное могу сказать. К великому сожалению, сейчас, может быть, из-за моды, может быть, из-за чего-то другого, получить образование психолога довольно просто. Существуют платные курсы, двухмесячные прижеки, которые выпускают вообще непонятно кого. Наши уважаемые коллеги-психологи, когда говорили о принципах организации помощи, подчеркивали, что она должна быть профессиональной. Если вы живете в большом городе, в принципе, найти человека, настоящего психолога, который поможет, это, в общем, не проблема. Это не обязательно должен быть школьный психолог, если он не соответствует тому, чему он должен соответствовать. Вперед второй вопрос. Очень интересный вопрос. Это, я вижу, наша студентка. Вопрос так звучит. А как же жестокость детей? В школах в каждом классе существует деление детей по группам и всегда появляются изгои. И дети могут считать забавным, загнобить такого изгоя, и такие дети могут склониться к суицидам. С этим надо бороться. Совершенно верно. Здесь, опять-таки, помните, наши коллеги приводили, что существует при социально-психологической дезадаптации различные, вернее, при дезадаптации существуют разные группы факторов, биологические, социальные, психологические. Так вот, если вы посмотрите результаты очень интересных опытов, скажем, на животных, которые живут в группах, они были и на крысах, были и на обезьянах, то обнаруживается очень интересная вещь. Через какое-то время вот эти животные делятся по своему поведению в этой иерархии на различные роли. появляется один вожак, двое приближенных, двое независимых, двое изгоев, ну, я сейчас условно говорю, да, это примерно и сам. И остальная масса, это вот, так сказать, некие, так сказать, ну, средние такие работяги, да. Значит, вожак делает, так сказать, со всеми, что он хочет, значит, помощники то же самое за исключением вожака, значит, вот эти вот, так сказать, работяги, они позволяют делать с собой, соответственно, вот этому руководителю и подручным, но не позволяют ниже стоящим, а сами, так сказать, с ними тоже делают, что хотят. Значит, очень интересный, так сказать, вот этот паттерн поведения независимых, которые, так сказать, бьются насмерть, сами, так сказать, никого не гнобят, но и с собой не дают себя вести, так сказать, как не надо. Ну, изгои, это вот известно, да, понятно, что каждый, так сказать, может с ними делать что угодно. а дальше, как проводился эксперимент, значит, отбирали всех вожаков, делали, так сказать, группу из них, там, всех работяг, всех изгоев, там, всех независимых, и так далее. Значит, самое интересное, что, значит, практически во всех группах дальнейшая, так сказать, та же самая ситуация, значит, за исключением разве что независимых. вот там вот такая иерархия жесткая, так сказать, в меньшей степени, да, там более такие, так сказать, а вот что касается изгоя, когда они становились там вожаками, они становились еще более жестокими. Кстати сказать, я знаю, что, так сказать, в местах лишения свободы тоже проводились такие эксперименты, и, значит, вот пытались разделить, да, и было только еще хуже, да, в советское время, да. Значит, вот как бы я, так сказать, здесь, это вот тот самый, так сказать, случай, когда, да, И, соответственно, и в детских, и в подростковых учреждениях тоже такое происходит, что когда необходимо работать с ребенком, значит, мотивация на борьбу, то есть вот изгоем нельзя становиться, так сказать, ни при каких обстоятельствах, да, мотивация на борьбу. И, кстати сказать, если мы уже говорим о суициде, то это вот пример того, что полная капитуляция, да, во всяком случае, вот в нашей, так сказать, парадигме ценностей, да, я сейчас не беру Японию, где там, так сказать, есть некий культ этого дела, ну, вот в большинстве, подавляющем, я бы сказал, в большинстве вообще стран мира, это ассоциация с абсолютно полной капитуляцией. Ну, вот, так сказать, пожалуй, да, и, значит, максимально вот такой, так сказать, вот, в принципе, я хотел, когда, так сказать, выступил с докладом, я как раз хотел говорить о группах риска и о перспективности работы с группами риска. Так вот, такой ребенок, это, безусловно, так сказать, вот, входит в группу риска и требует пристального внимания и работа с ним индивидуальная. Виктор Ильич, спасибо огромное. Значит, те, кто заинтересован в развитии этой темы, материалы, мы, сразу говорю, все доклады, если нам авторы позволят, мы разместим на нашем сайте «Здоровые инициативы». Виктор Владимирович, в том числе и ваш доклад там будет размещен. Да, чтобы все знали, что то, что вы не успели сказать, но подготовили выступление, можно будет прочитать на этом сайте. Спасибо. Мне еще слово хотелось предоставить Валентину Михайловичу Кушнареву, тоже психиатр, человек, который огромный опыт имеет в этой, если можно, коротко, вот, по данной проблеме. Хочу рассказать вам буквально несколько самых конкретных примеров, о них рассказать. Дело в том, что сама проблема суицида – это колоссальнейшая система айсберга, на мой взгляд. Мы практически видим реальных людей, которые обращаются за помощью почти минимально. Я работаю очень много лет в этой области, практически только мог получить тех, кого ко мне направляли какие-то люди, семья, какие-то отношения, конфликты и так далее. Но я хочу сказать о двух вдруг пришедших мне в голову примерах. Когда-то в журнале «Новый мир» Твардовский опубликовал статью известного генетика профессора Эйфраемсона Владимира Павловича, который изучал и приводил данные, и назвалась эта статья «Родословная альтруизма». Речь шла о убийцах в японской тюрьме, которые обладали лишней, немножко о генетике, лишней Y-хромосомой, то есть женской хромосомой. X, Y, Y. И среди этих убийц было большинство с этими показателями. С другой стороны, он возражал в этой статье, в такой популярной, в таком известном журнале, он говорил о том, что если человеку создаются определенные социальные условия, я подчеркиваю роль вот именно среды, воспитания, какую роль играет социум, тогда в этих случаях человек, который обладал этими же самым набором X, Y, Y-хромосома, не совершал никаких агрессивных действий. Это один момент. Второй момент я хотел и вспомнил работу моего коллеги, профессора Войцеха, к сожалению, ушедшего в мир иной, который говорил, что количество жертв суицида в Москве в значительной степени у молодежи превышает количество жертв, которые произошли в Чечне, в автомобильных катастрофах и так далее. Он приводит это в свои монографии, эти данные. То есть речь идет о том, что это колоссальная проблема человечества. И сегодня можно говорить очень много. Я, кстати, когда читаю лекции, говорю, что все добрые слова и все самые приятные пожелания дают эффект близкий к нулю. Я расскажу о двух примерах, которые подчеркивают еще одну особенность. Дело в том, что в суицидологии существует определенная позиция. Кто же совершает суициды? Душевно больные люди или с какими-то нарушениями психического развития? Или совершают это люди в силу каких-то стрессовых, социальных ситуаций, практически здоровые? По этому поводу есть даже опыт некоторых людей, пытавшихся написать в Питере докторскую диссертацию, в чем разница здорового человека от психически больного. И разницу он не нашел. Практически получилось так, что душевно больные, ну явно с тяжелыми психическими расстройствами, и так называемые практически здоровые люди. А у нас есть классификация, которая называется так. Лица, которые совершают непатологические ситуационные реакции в зависимости от стресса. И моя учительница, профессор Амбрумова, которая развивала впервые в Советском Союзе эту проблему суицидологии, и открыла центр, в котором я участвую почти 30 лет. Она говорила о том, что есть такая категория людей, которые практически здоровые. Но существует понятие, я могу сказать буквально несколько слов, существует понятие, я в своих отчетах часто писал, акцентуированные личности. Речь идет только о молодежи. То есть люди, обладающие некоторыми особенностями, будучи совершенно практически здоровыми, вместе с тем имеющие вот какие-то особенности, характеры. Я не буду останавливаться на этих проблемах, ибо я обещал говорить о краткости. И я приведу сейчас два примера, которые были со мной буквально на прошлой неделе. Ко мне пришла мама с молодым человеком, который пришел на костылях. Я его спросил, почему вы пришли на костылях? Он говорит, как почему? Я это сделал для того, чтобы избавиться от сатаны. Я прыгнул из окна с тем, чтобы исчезло зло. Но я сразу понял, что это пациент, который должен положить в психиатрическую клинику. Когда, кстати, я его спросил, а вы думаете повторить? Он сказал, я сейчас маму спрошу. Мамочка, мне повторить эту ситуацию? А мама говорит, милый мой сыночек, ты же пришел головку лечить. Ты пришел к доктору. Не надо этого делать. Он говорит, тогда не буду. Я его положил в психиатрическую клинику. И второй пример, который очень эксквизитный для нашей жизни. Ко мне пришла девочка, студентка первого курса нашего Баумовского университета. И сказала, я переживаю ужасную трагедию. Я влюбилась в мальчика по интернету, ну, по скайпу. Мы с ним встречались год. Он меня оставил. Я хочу покончить жизнь самоубийством. Со мной мама сидит. Вот если бы ее не было за дверью, это в нашем кабинете, здесь, здесь, в Баумовском университете, то тогда бы вы меня уже не увидели. Но мама, я и за маму. Надо сказать, что очень многие люди, совершающие суицид, никакого внимания. У нас есть целая система записей, записок, которые оставляют лица, которые ушли из жизни. Кто, чем и как объясняет, почему он это совершил. Эта девочка такого не написала. Но сказала вот эту фразу. Сейчас, могу вам сказать, она вышла из этого состояния. Дело в том, что у нас, благодаря активной помощи Геннадия Ивановича и вообще всей проблеме, о которой я говорил, что социум определяет, даже убийство не происходит, если человек воспитан в нормальной социальной среде. То есть образ жизни человека определяет и его поведение. Он мухи не обидит. А в других случаях может совершить вот то, о чем я говорил в самом начале. Речь шла о том, что, допустим, такой пострадавшей девочке, которая никогда не видела этого мальчика, что очень забавно. Но это виза нашего времени, это интернет. Кто там был выставлен? Вы знаете, теперь же можно все, что угодно сделать. Кто это был? Какой был этот мальчик? Но вот такая реакция. Сейчас она вышла из этого состояния. Она практически, ну, практически относится к этим акцентуированным людям. То есть с некоторой повышенной ранимостью, с повышенной чувствительностью. Ну, то, что хорошо известно даже в классификации нашего знаменитого отца медицины Гиппократа. Там флегматик, холерик, там виник, там меланхолик. Ну, такое традиционное, древнее традиционное отделение. То есть люди иногда совершают поступок импульсивно, в силу каких-то определенных моментов. Но вообще проблема суицида невероятно сложна. И она определяется, конечно, какой-то микросоциальным конфликтом в какой-то узкой группе, в каких-то узких отношениях, которые могут приводить к так называемой социальной дезадаптации. И надо отдать справедливость. В советское время был создан приказ министром здравоохранения Дмитриевой, потом директором Института судебной психиатрии имени Сербского, который создал кабинеты социально-психологической помощи. Без единого слова психиатр, который пугает всех, потому что все считают, что психиатр еще с советских времен несет за собой возможность и никаких благ не иметь, и никуда не уехать, и не получить, не купить машину и так далее. Сегодня надо сказать, вот я считаю, с моей позиции как психиатра и врача, очень положительный момент был в этой всей ситуации, которую мы сейчас переживаем. И статьи, которые я начинаю, начинаются обычно так, в связи с невротизацией нашего общества. А дальше я уже пишу там, что и как, какая должна быть превенция суицида и так далее. Кстати, на материале, вот мы с Геннадием Ивановичем на днях будем выпускать, в очень оригинальном появившемся журнале, «Суицидология». Почему-то мы издаем Тюменский центр, там, видимо, какие-то большие возможности. Журнал очень активный, который касается, кстати, и проблемы алкоголизма, и роли в семье алкогольной, если кто-то читал. Такой журнал. У меня уже там две статьи напечатаны. Валентин Михайлович, вот к вам вопрос. Значит, я хочу сказать о том, что то, что я рассказываю, действительно, очень много людей абсолютно практически кажутся здоровыми. На самом деле, всё-таки, это люди с определёнными особенностями. И, конечно, вот психологи, которые мне практически подставляют весь этот народ, потому что я сам практически очень редко от кого-то встречаю кого-то. И я хочу ещё сказать ещё про одно очень важное обстоятельство, которое помогает раскрыть ситуацию. Вот сидит за дверью мама и папа, и ещё кто-нибудь, и родственники. А узнаю о том, что человек в своём детском периоде совершал попытки суициды, узнаю почему-то я. Потому что я нахожу, есть теперь такое понятие, ну, не буду вам пудрить мозги всякими словами, которое говорит о возможности войти в контакт с пациентом, найти возможность с ним общего языка, чтобы он вдруг тебе раскрыл за 30 минут знакомства. раскрыл то, что он скрывал. Я уходил из дома не просто, я хотел с собой что-то сделать. Когда папа или мама узнают, они говорят, до этого не может быть. Он никогда такого не мог сделать. То есть очень много моментов, которые, я считаю, как айсберг, скрыты глубоко внизу, а сверху мы получаем очень маленький процент. Ну, насчёт психоактивных веществ и так далее. Я ещё два слова позволю себе сказать, учитывая мой лимит времени, хочу сказать об одном интересном синдроме, который придумал Ганс Селье, получивший Нобелевскую премию где-то в середине прошлого века. Между прочим, Ганс Селье написал книжку, которая называется «Адаптационный синдром». Речь идёт о том, что когда возникает стресс, человек ищет... Валентин Михайлович, вы меня извините, у нас запись интернета заканчивается, мне... Да, просто два слова. Вот давайте так, ответьте на вопрос, Владимир Михайлович, ответьте на вопрос, вот коротко и ясно, вам уже вопрос поступает. Как относиться к человеку, который совершил суицидальную попытку? С жалостью, с гордостью, или как его оценивать должны окружающие? Абсолютно с полным уважением и отношением к личности, как абсолютно полноценный. Никогда не ущемляя человека и не рисуя ему что-то. Ко мне пришла вчера девочка и сказала, вы знаете, я была в диспансере, у меня была суицидальная попытка, на руке у неё тут много следов. А она говорит, скажите, мне поставили диагноз шизофрения, а вы, доктор, какой мне поставите диагноз? Я говорю, у вас невротические реакции. Спасибо, идут даже работать там по программистской деле, что-то такое. Ушла счастливая. Спасибо, Валентин Михайлович. И вот этот момент важен, умение найти контакт и общение с человеком. И помочь ему верить в то, что может быть перспективой. Спасибо, Валентин Михайлович. Если будут... Да, давайте поаплодируем. Если желающие будут пообщаться с Валентином Михайловичем, это великий специалист, по вторникам на Бригадирском доме 4, он ведёт приём, это кафедра валиологии, Геннадий Иванович, можете прийти пообщаться по жизненно важным для вас вопросам. Мы продолжаем, у нас время очень мало осталось ограничено. Мы сегодня много говорили об этой сложной теме, выдали рекомендации, привели опыт, ответили на вопросы. Но, конечно же, всё это ни к чему не приведёт, если человек не знает, чем заниматься, некуда идти, нет активного здорового образа жизни. Вот у нас сегодня присутствуют специалисты, которые как раз знают все эти технологии. Они работают и в образовательной среде, и с трудными школьниками, подростками, учащимися. Вот Черкасов Геннадий Михайлович в своё время вместе с Александром Георгиевичем Михайловым организовали интересную программу «Национальный запас. Дети России». Геннадий Михайлович, если вот буквально три минуты, да, как Валентин Михайлович. Хочу поблагодарить Геннадия Ивановича, Алексея Сергеевича. Мы давно знакомы, что пригласили. Очень интересный диспут и вообще интересные вопросы, потому что тема-то очень интересная, чаще надо собираться. Я буду кратко и очень тезисно. Я по своей инициативе, сам лично со своими друзьями, где-то пройдя 90-е годы, оставшись живым, здоровым, я понял, что наркотики играют очень большую роль. И людей очень легко затащить, кто принимает наркотики в криминал. Я буду говорить только по факту, не отрываясь от земли. Значит, мы сделали такую программу со спортсменами «Спорт против наркотиков». С клубом «Гладиатор», который занимался очень трудными детьми. Не просто детьми группы риска, а очень трудными. Туда в секции приводили из детской комнаты милиции. Благо, что через дорогу и вот нам приводили, чтобы мы брали. И Федюкин Сергей Александрович, сейчас он директор. Он очень много работал с ФСКН, был в общественном совете ФСКН России. Мы с ними уже много лет работаем. И вдруг появилась такая организация и аббревиатура ФСКН. Я туда пришел, познакомился с Михайловым. Он сказал, вопросов нет. Я говорю, финансирование наше, вот наш объем работы. Он говорит, я слышал, Геннадий Михайлович, что надо. Я говорю, административный ресурс. В тему попадаем. Он сказал, попадаем. И мы создали по инициативе непрекрасненный запас «Дети отчизны». Что это за организация? Почему НЗ? Кратко. НЗ – это наше будущее. Нет НЗ – нет страны. Поэтому надо заниматься. Вот и борьба наркотиков входит, и воспитание человека. Кстати, о патриотизме. Если мы много будем говорить о патриотизме, мы патриотизм не воспитаем. А может быть и негативизм. А воспитание – это емкое слово. Вот форма воспитания входит как раз в воспитание человека и личности. Если человек воспитанным, он не патриотом быть не может. Он будет патриот. Вот. И начали мы программу. Ну, решили взять очень трудных детей. Очень трудных детей. Взяли Сафоновский детский дом. Я по персоналиям называю что-что. Приехали туда. Журналисты приехали. Александра Георгиевича не было. Журналисты говорят, а самых трудных возьмете при директора. А самые трудные – это те, которые район Сафоново, 20 человек, держат в течение трех лет. Включая и танцверанду. А деваться некуда. Я говорю, ну, возьмем самых трудных. В автобус хватит, хватит. И вот мы взяли в лагерь Сафоновских, дети группы Риска. Но специально, чтобы сделать, я туда взял один клуб в лагерь. Спортивный клуб. Ну, чтобы было на кого равняться. На равняться. И вы знаете, что? Нормально. Две недели мы выстроили все. Александр Георгиевич даже сам удивился. Где-то порядка 60 человек. Хотя каждый из этих групп, социальных, так сказать, они серьезно стояли у себя в районах. Не просто где-то в коридоре, а серьезно стояли. И они приняли правила этой игры. Что авторитет тот, который командир, который больше подтягивается, который выполняет режим, который не курит, который помогает старшим. Вот это и есть авторитет. Начали эту программу. Эта программа шла до 2009 года. Я благодарен еще раз говорю Александру Георгиевичу Михайлову. С ФСК работали мы плотно до 2009 года. В 2009 году он ушел. Вот. К сожалению. Ну, дай бог ему здоровья. На новых поприщах человек талантливый. Но я лично, и мои друзья с кем мы начинали, мы ему благодарны. Да и те дети, которые уже сейчас стоят на офицерских должностях. У нас люди, которые из детского дома, с Афонова. Все практически, 20 человек, первых которых мы брали набор в 2005 году, получили среднее образование, среднее техническое, среднее спортивное, физкультурное. Высшее образование. Служат в ФСБ, служат в погранвойсках ФСБ, служат в МВД, в ОМОНИ. Два человека маршировали от морской пехоты по Красной площади люди. Хотя очень серьезные. С изъянами были люди. Но уже были в среде. В криминальной. И серьезные. И там серьезные стояли. Поэтому у нас много людей. У нас очень много людей, которые из программ стали чемпионами России, чемпионами мира. Международные турниры выиграли. Этих людей мы привели в спорт. Это кикбоксинг, это фулл контакт. Ориентал меньше, потому что это более жесткий вид. Это миксфайт. Это и борьба самбы, и рукопашный бой армейский, и боевое самбы. Это люди все находятся. Также мы помогали, воспитали в своих рядах. Вот человек, старший лейтенант, он был во Владимирской области. Он очень помог программе. Потому что на первом этапе, когда разговаривает просто педагог с такими ребятами, это одно. А когда приезжает шестикратный чемпион Европы, чемпион мира в супертяжелом весе, да еще офицер ФСКН Владимирской области, такой Викулов Александр. Два раза еще он выигрывал, отстаивал. Мы его готовили, отстаивал титул и отстоял его в Москве в Крылья Советах. Отстоял его по профессиональным боям. Вот вы знаете, они сидят, 60 человек, и все, муха пролетит слышно. Не надо никого, вообще никому не надо находиться, ничего. А еще если я говорю, ребят, я говорю, сейчас вы все находитесь, и девочки, и мальчики, кто хочет, мастер-класс. Вот он, Саша останется, он там у меня три дня жил. И три дня мастер-классы были. Он нам рассказывал, как офицер, а как поступить, а как ФСКН. Поэтому я считаю, что эта программа интересная, она сейчас идет. Я благодарен также вот и Геннадию Ивановичу, который в этой программе был, начинали 2005 года. Ну, естественно, Алексею Сергеевичу, который был офицером ФСКН, но он частый госпрограммы. Но я думаю, что мы с программой, если вы меня пригласили, мы много мероприятий провели, дружба продолжается. Но я одно могу сказать, что повторно, повторно, те люди, которых мы взяли, я могу сказать, 500 лагерей провели мы. Лагеря у нас считается от 40 человек и больше по всей России. 500. Самые большие лагеря были, лагеря в Иркутской области, до 180 человек. Я благодарен местному ФСКН, который проводит. Поэтому я благодарен всем. И еще одно. Все остается людям. Всем вместе. Надо делать добро. Сколько бы человека ни жил, ему его Господь определяет. Все остается людям. Был такой хороший фильм, где играет, я считаю, Черкасов Николай. Это актер, величайший актер. В современности это мое личное время, молодежь не знает. Он и так называется. Все остается людям. Он имеет в виду добро. Спасибо за внимание. Гонг. Бам. Все, закончилось. Спасибо, Геннадий Михайлович. Спасибо за внимание. И в завершение я хотел предоставить слово еще одному представителю вот этого направления работы с трудными подростками. Это Ян Гагин. Если можно, ролик запустить. И в ходе, вот у нас времени осталось ровно 10 минут, если можно. Я буду краток. Здесь представлен ролик о одном из наших ежегодных учений. Предметом учения является выживание в трудных погодных условиях и трудных боевых условиях. Здесь были представлены три диверсионно-развитительные группы. Одна из них учебная, а две группы боевых подразделений. Называть их не стану. Учение проводится ежегодно в марте месяце учебным центром «Каскад», в котором я являюсь заместителем начальника. А в прибои севастопольскими, я являюсь начальником, он сформирован после марта этого года, после присоединения Крыма и Севастополя к России. Здесь просто, я лучше помолчу, просто здесь достаточно ярко будет показан сам учебный процесс. Мы не являемся клубом по интересам, мы являемся военно-учебным заведением. И наши курсанты по окончанию шестилетнего курса получают порядка 10 военноучетных специальностей. Просто посмотрите, здесь как раз представлены и ребята, и экипировка, и силы и средства, которые они осваивают в процессе учебы. Шестилетний? Шестилетний. С 12 лет до 18. Ян, можно еще все-таки комментировать, просто смотреть неинтересно. Ну вот здесь представлена учебная диверсионно-развитительная группа. Я вот как раз с маленьким автоматиком там стою. В общем, ну просто пример, это как раз о том, что подростки, обучающиеся у нас, наши курсанты, могут быть ярким примером для совершенства. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...